Я вам дам инструменты, на которые вы сможете опираться при составлении меню. Очень классно не нести всю еду с собой, а где-то ее оставить. 325 грамм тушенки в 2,5 раза менее калорийно, чем сушеное мясо. У меня есть такая короночка, это том-яма в походе. То есть лучше брать каши, которые варят с 15 минут и чуть больше газа и не чувствуют себя голодным, чем брать каши, которые практически растворяются в кипятке. Добрый вечер. Скажите, кто-нибудь меня уже знает, посмотрел какие-то мои лекции? Не очень много. Отлично. Тогда я сначала представлюсь. Вообще-то вы можете видеть мои лекции на канале «Спортмарафон», посвященные физической нагрузке и подготовке физической к походам. Здесь я читаю лекцию про питание первый раз, но я ее достаточно много обкатывала в туристическом клубе «Вестра», поэтому я надеюсь, что будет все хорошо и структурировано. Немножко о себе расскажу. По первому образованию я психолог, практиковала 7 лет, занималась наукой, ушла из науки, больше не занимаюсь психологией. Но думаю, что когда-нибудь вернусь в психологическое консультирование. Может быть. Вторая моя специальность – это инструктор по йоге, затем йога-терапевт, затем инструктор по общей физической подготовке. И у меня много разных семинаров и обучений по реабилитации. То есть тренер, который использует методики реабилитационные в своих занятиях. Почему я вам рассказываю сегодня про еду? Странно, да? Инструктор по физподготовке рассказывает про питание. Все очень просто. С одной стороны, я кулинарный маньяк. Я очень люблю готовить, очень люблю экспериментировать, и мне очень важен процесс и что-нибудь вкусненькое. Второй момент. Помимо своей профессии по тренировке людей, я еще осваивала профессию нутрициолог. Очень молодая профессия, очень спорная. От науки до шарлатанства очень много всего. Очень многие люди ее сейчас, к сожалению, дискредитируют. Но я думаю, поскольку профессия достаточно молодая, то у нее есть шансы вырасти во что-то хорошее. Чем занимается фитнес-нутрициолог? Не нутрициолог, который сидит с образованием врача в кабинете в белом халате и рассказывает вам про аллергию. А фитнес-нутрициолог? Он обычно помогает людям, как правило, худеть, потому что это больше всего запросов от людей. Либо набирать мышечную массу. То есть все, что связано с нашим повседневным питанием и не связано с какими-либо заболеваниями. Честно, по специальности я поработала, мне не понравилось, потому что по запросам вообще людям нужно ходить к психотерапевту. Я не говорю, что к психиатру, и это какие-то нарушения. То есть нутрициолог очень часто сталкивается с какими-то проблемами набора лишнего веса, которые связаны еще с эмоциональной сферой, в каком окружении человек живет, в какую систему он встроен. И когда у у нутрициолога нет психологического образования, то очень легко можно вот эту хрупкую систему, в нашей психике сломать. Поэтому очень хорошо, если человек консультируется и у нутрициолога, который помогает ему правильные привычки питания создать, положительные, хорошие, которые влияют на его здоровье, на его внешний облик. И заодно прорабатывает с психотерапевтом какие-то свои стандартные схемы, которые, собственно, привели его, например, к избыточному весу или, наоборот, к отсутствию нужного количества веса, мышечной массы и так далее. И также я хожу, занимаюсь в туристическом клубе Вестра, хожу в туристические походы, и, собственно, там я очень люблю рассказывать людям о том, как им ходить в походы и что им брать с собой в качестве питания. Очень давно сушу разную еду, опробую разные рецепты, что-то составляю сама, что-то у кого-то подглядываю и пытаюсь понять, как наиболее рационально и оптимально собирать еду в поход. Вот. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вот эту тему. Я так понимаю, что все ходят в походы. Нет? В длинные ходят кто-то? В короткие, в ПВДшки. Окей. И, видимо, тема такая насущная, да? Про питание. Что же все-таки взять с собой? Смотрите, у нас будет две лекции. Открою вам секрет. Сегодня первая лекция. Мы обсудим такой общий момент. Я вам дам инструменты, на которые вы сможете опираться при составлении меню. То есть что вам нужно держать в голове, чтобы успешно составить рацион питания. И на следующий четверг будет лекция, которая посвящена самостоятельной заготовке питания в поход. То есть это все, что связано с сушкой овощей, мяса, хранением, обработкой и так далее. То есть все уже, чтобы вы могли понять, как собрать вам... Если вы что-то хотите экстраординарное, я, например, очень часто... У меня есть такая короночка. Это том-ям в походе. Я сама сушу креветки, грибы, собираю рацион, покупаю сухое кокосовое молоко. И обычно все очень сильно восхищаются. И это очень классно, когда у вас тяжелый день, и вы пришли, и у вас нет силы. Что-то такое горячее, жирненькое, вкусное. И очень похоже на то, что вы в Москве едите. Вот. А нет. Вот эта тушенка бесконечная из пакетика. Вот. Так что вот такие планы. Сегодня будем разбираться с теорией и на следующий четверг с практикой. Да, чуть-чуть про турклуб расскажу. Турклуб — это не в таком классическом понимании место, где вы заплатили денег, пошли в поход. Когда говорят слово турклуб, обычно все подозревают, что он какой-нибудь странник, клуб приключений, принес денежку, пошел в поход. Пошел в поход, встретил инструктора, инструктор выдал тебе еды, и все хорошо или все плохо, потому что тебе не нравится. Да? Вот. У нас турклуб для взрослых, такой 18+. Там занимаются люди, которые хотят начать ходить в горы или хотят ходить в пешие походы. Называется турклуб «Вестра». Сейчас он разделился на две части. Один турклуб «Вестра», ТК «Вестра», другой – СТК «Вестра», спортивно-туристический клуб «Вестра». Занимаются, соответственно, люди спортивным туризмом. Запускается школа где-то в середине года, в районе Нового года. Обучающий большой курс. Люди приходят один раз в неделю на лекцию. Могут ходить на скалодром дополнительно, заниматься еще посередине недели. Где-то раз в две недели выходят на ПВД, на выходы, где тренируются, оттачивают технику работы с веревками, хождение в кошках, хождение в связках и все, что связано с техникой горного или пешего туризма. В зависимости от сложности похода, в который они потом идут. Соответственно, клуб существует на самоокупаемость. То есть есть какие-то членские взносы в течение месяца, в районе полутора тысяч, и есть то, что мы сами тратим на поход. Соответственно, у нас есть должности у каждого. Кто-то реммастер, кто-то финансист, кто-то деньги считает, кто-то придумывает ремнабор, кто-то занимается раскладкой еды, он называется, завхоз, кто-то занимается снаряжением и говорит, что в этот раз у нас идет 10 человек, берем там три таких палатки, одну такую и так далее. И люди учатся постепенно выпускным походом, основной поход куда-то в регион, на основе которого пишутся отчеты, защищаются в Московской квалификационной комиссии, участвуют в соревнованиях, завоевывают какое-то место или не завоевывают. Вот, поэтому то, что я вам сегодня буду описывать, это изыскание моих последних трех лет жизни в туристическом клубе. Вот, где даже если я не завхоз группы, то я все равно завхоз группы. Мы даже в прошлом году делали такой чатик для завхозов. У нас было несколько руководителей, несколько групп, и у нас были опытные завхозы, неопытные завхозы, значит, опытные учили и неопытных, потому что я такие, боже мой, рвали на себя волосами, что нам брать с собой? Вот, и вот это вот представление о еде, оно, собственно, формируется в течение достаточно долгого времени, не только в конкретном походе, но и в течение всех выходов. Давайте начнем с такой простой теории, а потом будем к очень сложному подбираться. У нас с вами всегда питание в походе состоит из двух составляющих. Это групповая, которая, соответственно, составляет завхоз или руководитель похода, в зависимости от того, с кем вы идете. И здесь у нас есть основное блюдо. Я вам буду рассказывать, как это делается в турклубе Вестра, потому что, мне кажется, я посчитала по калориям, посмотрела по тому, кто как что ест. Я вообще очень наблюдательный человек, я все время всех чекаю. Это так, это так, это так, все записала, все запрактиковала. Непонятно зачем, но привычка педагогическая. Соответственно, есть основное блюдо, какая-нибудь гречка с тушенкой, даже первое, что приходит на ум. Есть бутерброд с каким-то деликатесом, то есть это хлебец, это сыр, колбаса или что-то такое, сало. Есть сладкое десерт и есть напиток. И у каждой из этих четырех позиций есть вполне себе логическое обоснование. Вы потом поймете по ходу моей лекции, почему именно так. Соответственно, здесь эту раскладку составляет один человек, опираясь на предпочтение группы. То есть, в принципе, человек, который составляет раскладку, если вы с кем-то идете не один человек, вас несколько, то вы опираетесь на предпочтение всех участников или на их особенности. И есть индивидуальное. Это карманное питание или карпит. Я иногда говорю это слово, и я понимаю, что у меня друзья, которые ходят в походы самостоятельно, этого слова не знают. О чем ты говоришь вообще? Карпит – это карманное питание, вы можете его от меня достаточно часто слышать. Здесь каждый участник берет сам на себя то, что он хочет. И карманное питание – это то, что вы едите между основными приемами пищи. Это может быть шоколадка, орешки, сухофрукты. В общем, все, что ваша фантазия породила, все, что вы смогли купить, и все, что не нужно готовить. То есть то, что можно перекусить на ходу, какие-то снеки. Что необходимо для составления плана питания? Согласитесь, что план питания для ПВД и для какого-то длинного сурового похода будет разный. В ПВД мы можем взять что-то более тяжелое, сильно не напрягаясь, если нам не нужно в день 40 километров вдруг пройти. Я люблю такие экспириенции. Я говорю, а давай, друзья, мы иногда говорим, давай за два дня 90 километров как махнем. Тогда приходится брать что-то полегче. Если это какая-то легкая ПВД, километров на 20-30 за два дня, то, естественно, мы можем с вами брать что-то более тяжелое. Мы будем учитывать маршрут, график движения и высоту. Пошли ли мы в горы, есть ли у нас дневки, сколько километров мы идем, насколько у нас тяжелые перевалы впереди и так далее. Учитываем, есть ли у нас возможность заброски. Это касается в основном длительных походов. Если мы идем где-то 10 плюс дней, очень классно не нести всю еду с собой, а где-то ее оставить. Нам вот в хибинах наш руководитель обещал, что забросок не будет, посмотрел на нас несчастных, и все-таки мы одну заброску сделали, и там 2-3 дня не тащили по 5 килограмм лишней еды. Это было очень приятно. Поэтому если в том регионе, в котором вы идете, есть возможность что-то скинуть, а потом забрать, это классно. Например, я в этом году иду на Северный Урал, там негде оставить забросок. У нас такой маршрут линейный, что придется всю еду на 10 дней тащить самим. А это где-то 500 грамм в день, 5 килограмм. Как правило, с упаковкой еще больше. Мы учитываем климат района, то есть мы можем взять что-то портящееся, будет жарко, и мы отравимся. Не стоит. Если у вас достаточно холодный район, если вы идете достаточно высоко на Кавказе, то можно брать что-то... Мы брали, например, краковскую колбасу, мы ее съели в первые три дня, она не портилась. Было хорошо. Если бы она дожила до каких-то десятых дней, было бы не очень. Учитываем обязательно наличие воды. Кто-то сталкивался уже в походах с ее отсутствием? Если он есть, а если его нет. Мы вот в Ингушетии в сентябре были, там было так очень сомнительно с водой. Мы учитываем обязательно наличие воды, и либо мы несем с собой тару, и мы понимаем, что мы пойдем какой-то отрезок пути, обед у нас будет где-то вне доступа. Снега нет, реки нет, обедать надо. Значит, мы берем с собой полуторалитровые бутылки, и помимо воды для самих себя, несем еще воду на приготовление еды, на обед или на ужин. У меня была такая ситуация, в Архизе мы носили много воды, как-то мы волонтерила, я на перевале стояли, мы на перевале следили, чтобы у нас спортсмены побежали туда, куда нужно, потому что они все пытались бежать в разные стороны, независимо от разметки. Мы поднялись на перевал, воды нет, мы нашли там какую-то лужу, из нее пришлось пить. Либо спускаться, прямо сильно спускаться вниз к реке, это было не очень приятно. Дальше мы рассматриваем концепцию питания и режим питания. Концепция питания – это мы несем сухое мясо, мы несем тушенку, у нас идут вегетарианцы, и мы как-то пытаемся что-то с ними сделать, главное не съесть вегетарианца. Иногда вегетарианцы после турклуба Вестра перестают быть вегетарианцами, у нас такое было. Число участников у нас будет регулировать количество еды, соответственно, которое мы несем. А, режим питания, да. Режим питания тоже очень важная вещь. Сталкиваюсь очень часто по рассказам о коммерческих походах, что не бывает обедов. Кто-то ходил без обедов в коммерческие походы? Ну, без супа. Да, перекус есть, супа нет. Достаточно частая практика, я, если честно, очень жесткий противник такой практики. И я вам потом объясню, почему, если вы сами не догадаетесь походу. Вот, да, количество участников учитываем, и вес продуктов, конечно же, тоже учитываем, чтобы не нести с собой лишнего и максимально облегчить рюкзаки. Потому что когда у вас куча общественного снаряжения, свое снаряжение, еще 5 килограмм еды или 6 или 7, то каждый килограмм еды это очень неприятно добавляется. Соответственно, мы с вами сначала чуть-чуть поговорим про какие-то достаточно очевидные вещи, а потом про более сложные. Желательно в походах, да, экономить в весе, если вы идете в что-то сложное. Чем сложнее ваш поход, и чем дольше ваш поход, и чем меньше у вас возможности оставить заброску, тем легче должны быть ваши продукты. Соответственно, тогда вы будете выбирать между тушенкой, я, к сожалению, не принесла сушеного мяса, я обычно сама заготавливаю фарш, но пока его еще нет в наличии, пока он еще в сушилке живет. Да, мы можем, смотрите, с вами нести пачку тушенки. Пачка тушенки 350 грамм, 325, извините. Смотрим, энергетическая ценность у нее 213 калорий на 100 грамм. Если мы с вами возьмем кусок сырого мяса, и чтобы получить 325 грамм, примерно, фарша готового, сушеного, уже высушенного, без воды, нам понадобится в 3 раза больше мяса. То есть, как правило, в 3 раза усыхает мясо. Это что значит для нас? Что у нас примерно, на самом деле, в 2,5 раза больше будет калорий, белков и жиров на тот же самый вес. То есть, 325 грамм тушенки в 2,5 раза менее калорийно, чем сушеное мясо. Чем есть шансы больше наесться? Тушенкой или сухим мясом? Сухим мясом, да. Соответственно, вы разделили одну пачку на 5 человек тушенки, и вы разделили точно такое же количество сушеного мяса тоже на 5 человек. Это будут две очень большие разницы. Это очень важно. Поэтому в походе мы стараемся выбирать что-то более легкое. Чем сложнее поход, тем легче продукты мы выбираем. Соответственно, вы можете покупать сушеный фарш. И смотрите, здесь есть такая хитрость про сублиматы. Есть сублиматы, которые заваривают с кипятком. Далее фиелизированная еда. Это очень сложная технология, невозможно воспроизвести дома. Как правило, эти продукты очень дорогие. По вкусу они похожи больше на настоящие, на такие, как мы привыкли в обычной жизни, чем отваренное и сушеное мясо в дегидраторе. Иногда сублиматами называют просто сушеное мясо или сушеные овощи, которые готовятся методом того, что просто выпаривается вода. То есть вы нарезаете кусочком, кладете в дегидратор, ставите температуру 50, там 12 часов, влага испаряется. Вы получаете продукт, который нужно варить. Поэтому, когда вы приходите в магазин, берете пачку. Я один раз попалась на такую историю. Написано «сублимат», сублимированное мясо. Переворачиваю упаковку, там написано «варить 5-7 минут». «Варить» – это значит что? Что мясо было когда-то сварено и высушено под температурой, но не было дегидрировано, не было леофилизировано. Потому что леофилизированные продукты, они просто завариваются кипятком, закрывается зиплок, и вы это через 5 минут едите. Если написано «варить», значит, это надо варить, и это надо учитывать. То есть вот так вот открыть пакетик, залить кипятком и съесть через какое-то время не получится. Это очень важно, потому что можно очень сильно наколоться с временем приготовления еды. Вы, допустим, взяли с учетом того, что вы зальете кипятком, а его надо варить. И вы потом это будете сидеть и грызть сухое, не очень приятно. И вся группа будет вас ненавидеть, с кем вы пошли. Второй момент, который мы можем здесь использовать в качестве облегчения веса – это все высушить. То есть купить сублиматы – это дорого. Чем лучше сублимат, чем он вкуснее, тем дороже, как правило. Если у вас есть возможность не экономить на продуктах, то вы берете сублиматы. Единственное, что к ним должна быть некоторая привычка. Есть люди, которые жалуются на проблемы с пищеварением, если употребляют сублиматы больше 3-5 дней и так далее. Вот это нужно учитывать. Сублиматы классно брать. Я вот на ММБ покупала сублиматы, чтобы прийти на какую-то точку, заварить кипятком, побежать дальше. Потому что варить 15-20 минут, но уже ты прошел 60 километров. Какой суп варить? Хочется просто упасть. Соответственно, если в походе у вас позволяет время, мы стараемся все-таки сушить продукты, либо покупать уже сушеные. Еще 5 лет назад, когда мы покупали, да даже 3 года назад, когда мы покупали сушилку такую большую, очень сложно было найти сушеные вещи. И достаточно хорошие сушеные продукты. Сейчас с этим намного меньше проблем. То есть есть люди, там их можно найти в каком-нибудь ВКонтакте. Они говорят, что вот я готовлю и сушу рационы для туристов, пожалуйста, покупайте. Есть куча сайтов для туристов. Есть, да можно просто на Вайлбрис зайти и найти там кучу сублимированной малины, сублимированных овощей, сушеных овощей. В общем, сейчас это все намного проще. Буквально там последние 2-3 года стало, чем чуть пораньше. Соответственно, мы стараемся экономить на мелочах. По поводу сахара. Раньше была такая история. Я, кстати, очень давно не видела в магазине. Был обычный сахар. И в магазине метро нам, допустим, попадался сахар, который в 2 раза слаще, чем обычный. Вот. Последние года 2 я его не видела, но когда-то такой был. Вероятно, тоже где-то сейчас можно найти. Соответственно, это намного приятнее, чем нести. Полкило сахара приятнее, чем килограмм. Если вы берете острый перец, то он должен быть, соответственно, очень-очень острый. Не такой, не слегка, чтобы вам пришлось много добавлять, а прям чуть-чуть. И на каких-то таких мелочах мы можем экономить. Я, например... А, можно еще, кстати, по поводу сахара. Есть такой лайфхак. Мы не несем общественный сахар в походах. Вот. То есть, допустим, у нас сладкие каши. Мы в сладкую кашу сразу кладем сахар. И в ней варим. Ну, и варим сразу кашу с сахаром. И у нас там рассчитано 2 или 5 грамм на человека. Если человек хочет пить чай с сахаром, это его проблемы. Он несет его себе сам. Опять же, у нас была история в Хибинах. У нас на третий день кончился сахар, рассчитанный на 10 дней. Потому что кто-то подходил к сахару слишком часто. И такие истории очень распространенные. Поэтому вот эти все мелочи, типа, а я хочу очень соленую еду, а я хочу еду со специями, а вы готовите без, а я хочу есть сгущенку, я хочу есть. Ну, пожалуйста, неси сгущенку сам. Разлей ее себе в рюкзаке, можешь ночью вылизывать. И будет классно же спаться потом. Вот. Поэтому вот такие истории, они вот в групповом снаряжении экономятся очень сильно. Дальше. Мы стараемся все-таки подбирать какое-то снаряжение наиболее оптимальное. То есть, допустим, на бензине ходить намного легче, чем на газу. Бензина нужно порядка там в два раза меньше. Единственное, что хорошая бензиновая горелка, ну, понимаем, что стоит в районе там 25-30 тысяч рублей. Вот. Поэтому вы либо не экономите на своем снаряжении и экономите потом на бензине и на газу. И, соответственно, газ, который у вас не замерзнет и хорошо сработает где-то на высоте, он тоже намного дороже, да, чем обычный тот же самый следопыт, который замерзает и, ну, вы с ним ничего не сделаете. Вот. Поэтому наше снаряжение — это, к сожалению, здесь вопрос сильно такой финансовый. И последний момент, способ сэкономить — это все переупаковать. То есть, если вам сказали, что вот ты покупаешь каши в поход, такие-то и столько грамм, это не значит, что их надо нести в картонных коробках. Мы их развешиваем и максимально избавляемся от кучи там разной картонной ненужной упаковки. Стараемся максимально облегчить. У меня, кстати, в этом году было очень странное открытие. Я даже не понимаю, как такое произошло. Мы посчитали с нашим завхозом. Питание у нас получилось 480 грамм на человека в день. Когда мы собрались дома, все это упаковали на каждый день, на каждый прием пищи, и все это взвесили, вдруг получилось 530. Я такая, ну ё-моё, ну ладно, ну там 30 грамм колбасы лишней, тут 30 грамм колбасы лишней. Потом я такая, хм, а тут стеклянная банка с соусом песто завалялась. И в общем, все, что вы считаете у себя в таблице по весу, и вы считаете 480, а потом вы вдруг на взвешивании видите 530, это ваша упаковка. Это ваши пакетики, коробочки, картоночки и так далее. Поэтому ваша задача найти максимально классные пакеты. Обычно это пакеты для замораживания бывают, они наиболее прочные. И паковать в пакеты. Мы часто раньше мотали скотчем, пока не поняли, сколько это веса. То есть, ну, 100% у вас пакет с едой, замотанной скотчем, не лопнет в рюкзаке, даже если вы по этому рюкзаку будете прыгать и спать на нем. Но зато вы будете нести прям сильно прилично много веса. Поэтому старайтесь выбирать ту упаковку, которая реально будет намного снижать вес, но будет оставаться прочной. Мышки очень любят прогрызать пакетики. Да, собственно, это слайд к упаковке и экономии на весе. Что мы не тащим с собой тушенку в банках, молоко и так далее. Ну, мы стараемся все переупаковать в индивидуальные пакетики. Возвращаясь к норме продуктов человека, день. Очень многие не считают. То есть, они берут на бум, потом кто-нибудь в походе подыхает, потому что очень тяжело идти. В идеале мы, конечно, пересчитываем весь вес наших продуктов и распределяем его равномерно по людям. Сейчас расскажу об этом. Самая легкая раскладка, и она достаточно голодная получается, это 450 грамм на человека. Как правило, такие раскладки берутся в походы третьей, четвертой, пятой категории сложности. То есть, такие уже тяжелые, интенсивные походы, где есть возможность оставить заброску, но где проходятся очень сложные перевалы, какие-то препятствия и так далее. До 550 грамм на человека, это если мы сушим продукты, и до 600-700 грамм, если мы берем с вами тушенку на какой-то ПВД. То есть, чем легче поход, чем больше забросок, и чем короче и легче препятствия, тем больше вот эта вот сумма, вот эта цифра в граммах. Соответственно, список продуктов составляет завхоз. Очень часто, когда идет туристическая группа, мы говорим, ты покупаешь вот это, ты вот это, ты вот это, потом все собираются в одном помещении, это распаковывают по дням и уже раздают по участникам. Если вы идете в поход самостоятельно, я вам рекомендую тоже, если вы завхозите вдруг, то людям, которые с вами идут, давать тоже возможность какие-то продукты купить. Потому что, когда люди находятся в таком блаженном состоянии, что мы сейчас пойдем в поход, у нас там будет так хорошо, и они не принимают участие в подготовке снаряжения, питания и так далее, они все время находятся в каком-то космосе, потом у них происходит какое-то разочарование, недопонимание, и у них теряется ответственность за то, что с ними происходит. А когда мы идем в поход, за нас не только руководитель наш отвечает, но и мы сами тоже за себя отвечаем. Поэтому чем больше приобщение людей к общественному делу, к покупке продуктов, к покупке, тем лучше и сплоченнее у вас будет потом группа. У нас в турклубе есть прекрасная вещь, это выходы нашего выходного дня. Мы на этих выходах все наши продукты, и я ребятам, которые у нас ходят в походы, я им всегда рекомендую, отрабатывайте свои приемы пищи на выходах. Если вы собираетесь что-то сами сушить, что-то сами готовить, придумываете какой-то рецепт, или вы покупаете какую-то еду, вот вы пришли в магазин и купили вот такой вот гороховый суп, например, ну это вот то, что можно в магните, например, купить, потому что у вас не было времени заморачиваться, вы его должны обязательно попробовать сварить на выходе и понять, это вообще съедобная история, или она несъедобная, или кому-то будет от нее плохо, или одного пакетика не хватит на 5 человек, а нужно купить 2 таких пакета. И когда вот у вас есть выходы перед основным походом, это классно, вы можете потестировать всю еду, которую вы едите. Вот. И, собственно, есть некоторые рекомендации по карманному питанию, это от 50, ну на самом деле даже не 100, а 150, наверное, грамм на человека день. Ну это то, что вы уже сами себе выбираете. У меня есть знакомые, которые вообще практически не едят карпит в походах. Я, например, ем, я всегда набираю там кучу, килограмм полтора на 7 дней и прям почти весь съедаю. И мне от этого хорошо. Вот. Вот эти 50, 100 грамм они включили, 450, 550? Нет, нет. А вы опоздали, да? Вот, да. Сейчас мы вернемся. Пум, пум. У нас есть групповое, то, что завхоз. Нет, есть индивидуальное. Вот это карманное питание, которое каждый на себя берет. Это те перекусы, которые вы едите между основными приемами пищи. И вы их сами себе составляете. То есть у вас вот это вот 450, 550 грамм – это основное питание. Его завхоз составляет. А вот это составляет себе. Вы можете вообще ничего не брать и опираться только на продукт питания, который вам завхоз предоставит. Но, скорее всего, вы будете очень голодным. Вот. И вам будет хотеться съесть что-то в промежутке между обедом и ужином. Или завтраком и обедом. А иногда бывает так, что обеда не бывает. Вы пошли там на какой-то сложный перевал. Или перевал оказался сложнее, чем вы предполагали, потому что погода другая. Вы читали отчет, что там, значит, благодать хорошо, а вы попали в какую-нибудь фигню. Или зашли не с того места. Мы вот в Ингушетии в этом году зашли не с того места на перевал, который нам нужен был. В итоге мы на нем провисели часов в шесть, и мы не пообедали. Потому что у нас не было на нем воды, у нас не было на нем времени. Нам надо было просто свалиться хоть куда-нибудь с него и поставить палатку, желательно у воды. В общем, мы уже ночью спускались и где-то пытались расположиться. Такое тоже бывает. Если бы у нас не было карманного питания своего личного и воды, которую мы каждый себе лично брали в бутылки, ну, мы там, наверное, себя очень плохо чувствовали. А так было чем перекусить. В обычной жизни человек съедает, наверное, до двух килограмм еды в день. Большая цифра, да? А большие люди съедают еще больше еды обычно. Но чем больше человек, обычно чем больше ест, потому что энергообмен выше. Ну, представьте, два килограмма и 450 грамм в день. Ну, сушеные, да. Но они все равно по калорийности намного меньше, чем то, что мы едим в обычном рационе. Понимаете, допустим, мы считали, что обычный наш рацион в день, походный, сушеный, он где-то полторы-две тысячи калорий в день. Вот на меня, да, 158 сантиметров ростом. 2000 калорий, это нормально. У меня норма в день, если я не тренируюсь, 1650. Если тренируюсь, то где-то еще плюс 200 калорий. Мы в походе с вами постоянно идем, мы постоянно тратим энергию. Очень большое количество энергии, намного больше, чем в повседневной жизни. У нас там энергозатраты в походе возрастают в разы. И потребность в пище у нас тоже возрастает в разы. А ту еду по калорийности, которую мы несем с собой, она у нас меньше, чем наша вообще даже базовая потребность в спокойной жизни. И тем более она значительно меньше, чем та потребность, которая у нас с еще физической нагрузкой вызвана. Окей. Вот отсюда начнется немножко сложная история. Потому что провес, она как бы легкая и понятная. Дальше начинаются игры разума. Потому что для того, чтобы понять, как это принципы составления раскладки и выбора продуктов, нам нужно с вами несколько понятий ввести. Есть такое понятие, как правильное питание. Кто-нибудь слышал? Я ждала, что здесь будут такие усмешки, типа пэ-пэ. Да, есть, знаете, такие девочки такие, я на пэ-пэ, я это не ем, мне только руколу, креветки и авокадо. Мы ее в поход не возьмем. Потому что руколу и авокадо никто не понесет. Вот, смотрите, понятие правильного питания очень сильно дискредитировано сейчас людьми, которые пытаются продать какие-то рацион питания, какие-то там непонятные способы, опять же, питания. У меня тут детокс, я вся такая очищенная, прекрасная, порхаю, как бабочка. Это вообще, как бы, понять правильного питания, оно не про это. У понятия правильного питания есть несколько показателей. Смотрите, правильное питание должным образом управляет энергетическим балансом. Это то количество, условно говоря, энергии, которые мы потратили и должны скомпенсировать. у нас бывает положительный энергетический баланс. Это когда мы съели больше, чем израсходовали. И тогда у нас что часто появляется? Для начала просто лишний вес, потом может быть ожирение. Некоторое переедание нам грозит лишним весом. Кстати, есть люди, которые из походов умудряются в походах наесть лишний килограмм. Он может быть отрицательный. И чаще всего это как раз наш поход. Одна история, с которой мы сталкиваемся, что мы потратили намного больше, чем съели. Особенно, если мы не взяли вот этого нашего карпита любимого или взяли что-то не то. И есть нейтральный, когда мы уходим в такой баланс. Сколько потратили, столько и съели. И правильное питание базируется на том, что у нас все-таки должен быть некоторый нейтральный момент. Ну, если мы не бодибилдер на наборе мышечной массы. Обеспечивать необходимую питательную плотность. Что это значит? Это значит, что мы поели, и мы достаточно долго чувствуем себя сытыми. Да, смотрите, вы поели на завтрак один сладкий йогурт. Быстро будете голодными? Да, окей. Вы съели на завтрак яичницу из двух яиц, яблоко, ну, давайте как-нибудь рис или гречку. ближе к обеду. То есть доживете вы до обеда с меньшими проблемами и с желанием съесть три сникерса по дороге. Вот это и называется питательная плотность продуктов. То есть мы с вами должны выбирать те продукты, которые, или те блюда, которые нам будут создавать нужную питательную плотность. Я вообще, кстати, в этом плане не очень понимаю, как вегетарианцы ходят в поход, потому что очень большую питательную плотность издает мясо, например. А? Ну, попробуйте сварить бобовые в походе. Они, ну, они дома-то 40 минут варятся, еще 4 часа завариваются, в смысле вымачиваются. Честно вам скажу, да, я не имею ничего против вегетарианцев, но я не хожу, я всегда говорю, я с вегетарианцами в походы не хожу, потому что я хожу на сушеном мясе, которое варится вместе с основной едой, в супе, в каше и так далее. Я говорю, поэтому вы либо идете со мной, но едите отдельно, вот, в своей кастрюльке, ну, либо я ищу какую-то другую группу и с вами не хожу. Вот, то есть в обычной жизни я консультировала вегетарианцев по поводу похудения, это очень сложно, не так, чтобы я их там как-то не любила или считала их неправильными, они на самом деле очень полноценно питаются, то есть по, вот, всегда говорят, что вот, вегетарианцы не добирают белка, а все они добирают, если они грамотно питаются. Ну, то есть в обычной жизни можно составить классный рацион, и они будут себя чувствовать хорошо. Вот, в походе у меня есть некоторые вопросы, ну, можно их там протеинчиком докармливать, например, каким-нибудь, который с банкера. Сухой протеин с собой носите? Я не ношу. Не, у меня просто настолько много сушеного мяса, что мне вот протеин не нужен, потому что дальше идет переизбыток, и у вас больше энергии на переваривание белка уйдет, чем вы его запасете. А с белками очень большая, сложная история, что вот жиры мы запасаем, ну, понятно, где, и углеводы мы тоже в виде гликогена в печени или межмышечного гликогена и жиров, на самом деле, тоже мы запасаем. А белки нужно потратить кучу энергии, чтобы их разложить до сахаров и жиров и упаковать. Мы вот просто так засунуть этот белок нам некуда. То есть нам белок создает сумасшедшее чувство сытости, на самом деле, их достаточно хорошо заполняет желудок и дает возможность еще механическую сытость почувствовать. Но с точки зрения переваривания это очень открытый вопрос для похода. То есть, в принципе, у нас с вами аэровный тип нагрузки, то есть это нагрузка, которая требует больше углеводов, меньше белков, что-то более легко усвояемого и не требующего энергии на вот это вот разложение. Поэтому белок, он будет, может быть, тяжеловат, и это очень спорный момент, сколько белка с собой брать в поход. Поэтому, когда на восхождение какие-то ходят, то чем выше забираются, говорят, тем меньше белка нужно есть по сути. Ну, есть такая концепция, да, говорят, что может приплохеть. Не знаю, не пробовала, я ходила со своим стандартным питанием на Эльбрус, вот, но у меня лично проблемы с ЖКТ, такие хронические, с рождения, вот, мне там было плохо не из-за того, что я мясо ела, а просто от высоты. Вот, поэтому, ну, в принципе, на высоте вообще под, как бы, поташнивает, есть люди, у которых рвота начинается там непрерывная, дня три они ничего не едят. Я не уверена, что это связано с белком конкретно, да, скорее связано там с высокогорьем просто. Вот, поэтому здесь сложно сказать. Вообще, на самом деле, очень мало исследований, их вообще нету, исследований по питанию в походах, по питанию в высокогорье, и тем более, там у нас есть только одна книга, там, каких-то 80-х годов о том, как в походах надо питаться. Уже продукты 150 раз поменялись, вся книжка 80-х годов. Читать нечего. Ну, то есть, все пытается, ну, все, что мы можем, это наш опытный путь, да. Одному зашло, другому не зашло, потом расскажу историю про ощущение голода. Так, дальше. Смотрите, у нас питательная плотность должна быть обеспечена. Смотрите, есть высокая питательная плотность. У красных овощей, фруктов, красного мяса, неочищенных круп, все понимают, что такое неочищенные крупы. Вот есть овсянка, которая варится 3 минуты, и есть овсянка, которая варится 15 минут. С овсянки, которая варится 15 минут, не убрали шелуху верхнюю, клетчатку. Она более питательная. То есть, она дольше готовится, дольше создает ощущение сытости, да, но дольше готовится. Мы в походе думаем, нам это тащить вообще с собой. то есть, фасоль, она очень питательная, плотная, по питательной плотности, очень высокая. Но готовить мы ее не можем в походе. Вот у меня, кстати, задуман очередной эксперимент, может быть, к следующей неделе я его проведу. Я почитала, что фасоль нужно замочить, сварить, высушить, и после этого она быстро сварится в походе. Я надеюсь, что к следующей неделе я проведу этот эксперимент и расскажу. Соответственно, неочищенные крупы, да, красное мясо мы будем выбирать, то есть, куриная грудка нам будет подходить меньше, чем кусок говядины, или если мы выбираем часть мяса, да, допустим, мы хотим взять индейку. Какую часть индейки мы возьмем? Бедро. Да, мы с вами возьмем бедро. Во-первых, оно пожирнее, а жир у нас создает ощущение сытости в том числе. Во-вторых, оно будет больше создавать ощущение сытости, потому что это более красное мясо. И, в-третьих, когда вы засушили, ну, сделали фарш, сварили его, засушили, красное мясо лучше разваривается в супе. Если вы белую куриную грудку сварите, а потом засушите, а потом сварите в походе, вы получите такие комочки. Вы будете есть и так чувствовать, что у вас что-то там на языке такие какие-то катушки непонятные и не очень приятные. А если вы будете варить куриное бедро или бедро индейки, оно будет более мягкое и более такое приятное по текстуре. правильное питание улучшает здоровье и повышает работоспособность. Это что значит? Что мы должны а, наесться, б, мы должны почувствовать себя после приема пищи как хорошо. И мы должны почувствовать, что мы хотим идти и можем идти дальше. То есть, здесь момент того, что мы, например, не должны переесть на завтрак и переесть на обед. И вот здесь мы сталкиваемся с некоторой провокацией между вторым и третьим пунктом. То есть, нам нужна высокая питательная плотность и работоспособность нам надо тоже оставить, то есть, не уснуть после обеда. И нас не должно тошнить от подъема в гору, потому что мы съели, нам же нужна плотность питательная, мы съели много. И, собственно, правильное питание основано на результате, потому что если вы едите, а идете при этом плохо в походе и постоянно чувствуете голод, у вас кружится голова и это не связано с высокогорьем, да, именно с питанием, то это совершенно неправильное питание. Дальше, смотрите, у нас правильное питание в городе и в походе будет отличаться друг от друга? Очень сильно, да? То есть, если в городе мы все-таки будем избегать большого количества углеводов и сладкого, продуктов, которые нам в походе будут при маленьком кусочке давать очень высокую калорийность, потому что в городе, если мы так будем есть и так же двигаться, и не двигаться, как мы не двигаемся, то мы что станем избыточно крупными? Если мы будем питаться в походе с той же калорийностью, с тем же успехом, как в городе, мы что с вами? Ну, три дня пройдем, дальше будем чувствовать себя не очень хорошо, и мы захотим куда-нибудь сойти, где есть много вкусной еды, и нет этого захоза дурацкого, который все это придумал. Поэтому это у нас очень важный момент, первый. Второй очень важный момент для похода, для составления раскладки, это понятие аппетита. Аппетит – это ощущение, ощущение в потребности что-то съесть. Понимаете, да? С аппетитом все сложно, потому что он бывает двух типов. Физический и психологический. То есть он либо связан с нашим организмом, когда организм сигнализирует, что он истощен, и пора бы что-нибудь туда навалить, чтобы пойти дальше нормально, без снижения скорости и продуктивности, заодно еще не запнуться и на камнях не упасть. Вот. И есть психологический голод. Он очень важный. Он связан с тем, что очень у многих туристов это называется гастрономический бред. Когда на какой-то день у вас кто-то один сказал, а я хочу шаурму. Кто-то второй услышал, сказал, а я бы сейчас пиццу съел. Кто-то четвертый вспомнил про суши, лазанью, вот это вот все, что нам недоступно по вкусам в походе. Никто с таким не сталкивался? Нет? Слушайте, вы точно в походы всех ходите или у вас очень завхозы хорошие? Жор приходит день на третий, это тоже нормально. Но при этом жоре вы можете фантазировать о том, что вам не хватает какого-то продукта. у нас в Хибинах была парочка, которая постоянно еду обсуждала. То есть к ним подойдешь, они все время обсуждают, где в каком кафе в Москве что-то съесть. Да, и соус в шаурме там такой-то, там азиатская кухня, там вьетнамская. Это был какой-то кошмар, и я старалась вообще просто не подходить туда. У меня было много своей еды. Вот, поэтому мы должны при составлении меню учитывать, что все-таки мы должны и плотность пищи хорошую создавать, чтобы мы физически могли восполнить свои запасы, и чтобы психологически людям было очень легко, ну, легче переносить поход. Потому что если вы их будете все время кормить тушенкой с гречкой, они, скорее всего, вас не залюбят. Да. Вот. Ну, или какие-то привычные продукты. Вот. Потому что у меня был момент, у нас выключили электричество в квартире, и я очень хотела есть. Я нашла тушенку, значит, ее с чем-то, с макаронами, что ли, приготовила. Я ее не смогла есть. То есть в походе, когда ты идешь, думаешь, боже мой, тушенка, особенно, когда ты все время сходила там на сухом, боже мой, тушенкой, ты ее ешь, и ты так радуешься, и она такая вкусная. Когда ты пытаешься есть дома, ну, просто потому, что уже очень хочется хоть чего-то съесть за весь день. Не помню, почему я не пошла в какое-то кафе. А, у меня был какой-то большой кусок работы, и я не могла. Вот. Эта тушенка, мне казалось, меня сейчас тошнит просто. Она оказалась такой гадкой. Вот. Поэтому в походе очень сильно восприятие вкуса пищи, оно очень сильно меняется, потому что мы еще хотим почувствовать что-то более-менее привычное, а тушенка, она по текстуре очень привычная. Ну, вот к тому мясу, которое мы тушим дома, допустим. Дальше. Нам с вами важна будет биопсихосоциальная модель. Она вообще придумана была психологами, потом ее взяли себе реабилитологи, которые обсуждали физическую травму, окружение, которое как-то воздействует на человека с точки зрения, они его поддерживают, не поддерживают, создают благоприятный фон для излечения или не создают, и некоторое психологическое состояние, то есть у нас человек склонен драматизировать, и тогда он будет лечиться намного хуже, или он у нас достаточно позитивный и будет достаточно хорошо и быстро восстанавливаться. Соответственно, мы эту концепцию будем применять к питанию, потому что, смотрите, мы с вами сейчас про биологические акценты поговорили, что нам важно очень биологическая плотность еды, чтобы мы не чувствовали себя голодными. Дальше. Нам нужно очень психологическое наше здоровье, и тут нас будут немножко смущать а вегетарианцы, которые не привыкли питаться каким-то образом, как большинство людей, и всякие люди с аллергиями или с специфическими привычками в питании. Есть люди, которые не едят, допустим, глютен по принципиальным каким-то соображениям. Не потому, что им нельзя, не по-медицинским, а потому, что у них в голове есть такая концепция, что они не едят глютен. И они говорят, пожалуйста, макароны мне в походе не варите или варите мне безглютеновые макароны. Вот это я не ем, вот это я не ем, каши сладкие я не ем. И это здесь у нас вопрос про психологическое здоровье. Почему? Нет, если мы человеку не дадим, если мы, скажем, ешь макароны, ешь сладкую кашу в походе, другой не будет. Ну, человек что будет страдать психологически, да? Потому что он привык к определенной системе питания, а тут его система питания рухнула. Это понятно, да? Вот, поэтому существует некоторый опрос, мы всегда опрашиваем каждого человека, который участвует в походе, о его пищевых привычках, и опрашиваем, что он не ест принципиально, что он не ест по биологическим показателям своим, да? То есть, у него аллергия, вы его накормили орехами, он у вас посредине похода окочурился. Вот. И вот эти вот вещи, они очень важны. Вот здесь психологически, да, нам всегда хочется сказать, что, слушай, дружище, ты не ешь вот это вот просто, потому что ты не ешь вот это вот и не любишь. Ну, камон. И тут нам нужно смотреть, либо, если мы человека лишим возможности это есть более привычно, он пожмет плечами и скажет, ну и ладно, ну пострадаю и съем. Я, например, не ем свинину, но если мне в походе дают свинину, я ее ем. Ну, потому что это не мои религиозные заморочки. Я ненавижу сладкие каши, я их вообще не ем никогда. В походе я ем каждый день сладкую кашу, ну потому что завхоз сказал сладкая каша, я сказала, ну ладно, ем сладкую кашу. Вот, я буду не очень любить эту историю, но для меня это не будет жизненной трагедией. Понимаете, я от этого не испорчу всем жизнь. А есть люди, которые менее податливы этим историям. И если вы человека накормите и не учтете его каких-то особенностей, то он испортит жизнь всей группе. А если вы накормите его так четыре дня подряд, то могут быть конфликты. То есть либо у него конфликты со всей группой, либо он сам впадет в такое неприятное, нехорошее психологическое состояние, которое будет еще сопровождаться ощущением дикого голода, а еще может начать отказываться от вашей еды. И либо он будет портить психологический климат в группе, либо он будет плохо себя чувствовать физически, потому что он не ест ту еду, которую вы ему не предложили. Понятно, да? И здесь, кстати, очень важный момент, что когда вы идете с кем-то в поход и раскладку составляете не вы, вам бы хорошо эту раскладку изучить до похода. Потому что тогда вы можете сказать, что вот здесь мне немножко не нравится, давай здесь скорректируем и предложить варианты, либо вы можете посмотреть, что вы возьмете в свое карманное питание. Ну, допустим, вы возьмете себе там чуть больше колбаски, чуть больше сырка, чуть больше сухофруктов, или джерек там каких-то, вот сыграете на том, что вы тот рацион, который вам не нравится с точки зрения вашего завхоза, зато он нравится всем остальным, вы себе как-то скомпенсируете. У нас была девочка в походе, которая говорила, я не ем сладкие каши, но при этом она не просила завхоза прям не есть сладкие каши, она носила свои завтраки, ей было хорошо, вообще никто не напрягался, все были счастливы. Вот, и соответственно у нас еще есть некоторый социальный блок, он обычно менее выраженный, и это относится к людям, которые что-то не едят, ну допустим, ну в семье так не принято, никогда не ели. У меня тут знакомые говорят, я сделала апельсиновые цукаты из корочек, они были такие вкусные, но я их выбросила и не стала есть, я говорю, почему? Это же очень вкусно. Я подумала, что это как-то странно, я ем очистки от апельсина, вот, понимаете, ну то что у человека вот в культуре, в ее семье это не было принято, вот, и этот механизм сработал, ей нравится по вкусу, но в семье так не принято, и вот этот социальный механизм, он вышибает, и человек это не ест, а представьте, если он не ест, это в походе вдруг, ну потому что вот эта штука сработала, ну и скорее тут больше будет фактор такой учитываться, что кто-то что-то не ест по религиозным соображениям, мы, я мне недавно писал один знакомый гид из Ингушетии, говорил, ты мне можешь типа помочь составить рацион, подсказать, как мне его разнообразить, только не свинину, я говорит, могу купить все, только свинью не буду, я говорю, окей, сейчас давай подумаем, и была такая же история, мы сходили на вершину горы столовая, встретили там местного парня, Ингуша, а мы сидим, прикалываемся, давайте приготовим обед на вершине горы столовая, и мы принесли туда там горелку, еду, и варили суп, сидели, было классно, ну типа постоловались в столовой, Ингуш запыхавшийся, который туда бегом прибежал снизу, тестировал свою физическую форму, ну типа приходите к нам, вот давайте присоединять, ну поедите, он такой, ой классно, а я такой голодный, я вот мало взял еды, он с нами поделился вот этими лепешками, забыл как называется, неважно, в общем он нам предлагает там вот эти вот свои лепешки с творогом, что-то еще, мы это все счастливо едим, наливаем ему суп, он берет его ложкой, смотрит туда, а там мясо, это не халяль, я обычно на всякий случай покупаю халяль, вот, но не в этот раз, потому что времени не было ничего сушить, и я такая, это не халяль, он такой, спасибо, то есть мы его еду съели, вот, и сами его не накормили, вот, вот сработал вот этот социальный фактор, но такие вещи бывают достаточно редкими, но может быть, ну, кстати, вот вегетарианство, оно тоже может быть вот сюда интегрировано, то есть человек может там заниматься йогой, иметь какое-то отношение к сообществу такому духовному, и не есть это в том числе по социальным нормам, которые приняты вот в этой среде. Дальше, мы будем учитывать немножко наше пищеварение, и здесь важно, что у нас углеводы начинают перевариваться уже в ротовой полости, и когда мы съедаем с вами что-то сладенькое, и что-то сильно углеводистое, и в этом плане карманное питание нам здесь будет очень сильно помогать, то у нас сразу выбрасывается, сахарочек в кровь, пошла глюкозка, и мы уже не чувствуем себя такими уставшими и такими несчастными. То есть, если мы хотим что-то быстренько, знаете, мы так идем и чувствуем, что вот прям потеря сил у нас начинается, то лучше всего съесть что-то сладкое плюс, например, орешек, потому что орех или орех, сухофрукт и маленькую конфетку, потому что конфетка, она уже вот здесь в ротовой полости будет вам создавать ощущение сытости. Вы съедите сухофрукт и орешек, они достаточно тяжелые по перевариванию, плюс сухофрукт он начнет в желудке разбухать, потому что он был высушен и он обратно начнет наполняться влагой. И вот здесь у вас будет ощущение сытости создаваться. углеводы начинают расщепляться, в желудке начинают расщепляться белки и дальше у нас в тонком кишечнике продолжают расщепляться белки, жиры и углеводы. и в толстой кишке вот она, она обычно у нас, ну, картинка не очень правильно показывает расположение этой кишки, она вот так вот идет, таким ободком. Там расщепляется клетчатка и клетчатка тоже создает ощущение сытости на самом деле. Здесь это процесс максимально быстрый, в желудке еда лежит от 4 до 6-8 часов в зависимости от вашей перистальтики и скорости работы желудка. Есть ленивый желудок, есть быстрый желудок. Где-то 4 часа еда живет в тонком кишечнике и дальше она уходит в толстый кишечник, тоже часа 4 там перерабатывается. Представляете, насколько долго еда проходит путь пищеварения? И на каждом из этих этапов будет у вас создаваться ощущение сытости от разных вещей. Здесь от углеводов, здесь начнет от белков создаваться ощущение сытости, здесь от жиров, но сюда еще нужно дойти, как минимум там часа 4. И здесь будет еще и клетчатка перерабатываться, то есть это наши все неочищенные каши, это овощи сушеные, которые мы добавляем в еду. Это что для нас значит? Что все это должно присутствовать в нашем рационе. И просто сварить допустим кашу с тушенкой это плохой вариант. В идеале мы в эту кашу с тушенкой насыпаем каких-то сушеных овощей и желательно побольше, потому что вот здесь через 8 часов вот эти овощи тоже будут продолжать создавать нам ощущение сытости. Это очень важно, потому что просто пустая каша без масла и без овощей она достаточно быстро переваривается в желудке, уходит из него и дальше ощущение сытости у вас пропадает, плюс клетчатки там тоже не очень много, если мы несем какие-то очищенные каши. Дальше, из чего формируется ощущение сытости? Во-первых, для того, чтобы ощущение сытости возникло, у нас должен гормон определенный выработаться, и он вырабатывается у нас вот здесь в тонком кишечнике. Он у нас вырабатывается на жиры. Насколько жирное сушеное мясо и сушеные каши? Ну, в смысле каши. Не очень жирные. Мясо немножко жирноватое, но очень мало. Поэтому, как вы думаете, бутерброд нас спасет? Понимаете, у вас два варианта, колбаса и сыр. В колбасе... А? Ну, сало это вообще, да. Каждый день, конечно, не станешь, но так два раза, два за поход можно съесть. Да, мясо обычно не сильно жирное. Каши вообще не содержат жиров. и чтобы вот это ощущение сытости, чтобы вот этот лептин у нас выработался, нам что, нам нужно либо масло с собой нести, что никто не хочет делать, потому что он разливается по рюкзаку очень часто. Топленое масло тоже нужно найти героя, который его понесет, потому что как только вы вниз спускаетесь и там плюс 20, оно у вас такое хоп и все жидкое такое в баночке колышется. У нас мы разлили масло, я помню, в первый же день девочке по рюкзаку вот так в архизе. Поэтому надо еще помнить, где оно лежит и не сесть на клапан, если оно там. И еще паковать его нормально каждый раз. И еще это вес, потому что если вы несете банку, которая герметично упаковывается, вот эти вот она очень тяжелая. Я покупала легкие банки в фикс прайсе, у нас все оттуда выливалось, она сминается и никакой герметичности. Вот, банки, которые хорошо герметизируют, они тяжелые. Мы их не любим в паху относить. А? А в итоге наш бутерброд возникает. Каши без масла? Ну, каши можно без масла. Вот эти маленькие пластиковые, типа как самолет, так это плюна и бачить. Бывает, но представляете, сколько это упаковки на каждого человека. да, это одна порция, а человек 10. Даже если вы одну банку на трех человек разделите, это все равно, вы будете жечь пластик, это плохо, в походе, либо вы его будете нести до помойки, это много, он объемный, и это тяжело. то есть, на самом деле, я почему в начале лекции сказала, что ты заложил раскладку 480, а получил 550 на человека, то есть, это в день практически, ну там, 700 грамм лишнего веса, это все упаковка. И как только вы берете вот это порционное масло, у вас упаковка еще больше увеличивается, а вы берете это на каждый день. Вот, поэтому, в принципе, чтобы вот здесь вот чувство насыщения выработать, и чтобы у нас появился жир в рационе, это в карманном питании, это конфеты, орехи, в питании в общественном, это сыр, это колбаса, и сало, и, 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 а, ну конфетки туда же обычно бывают. Вот, в общем, все, что содержит жир, мы несем как бы как отдельно, как бы внутри продукта, который нам будет в том числе создавать ощущение сытости. Дальше, у нас с вами есть механическое растяжение желудка, и определенные гормоны, и определенный сигнал в мозг, который на это реагирует. У некоторых людей, которые избыточно едят или переедают, эта история ломается очень часто. Ну, то есть, знаете, да, что есть такая бариатрическая операция, люди иногда ушивают желудок, потому что желудок избыточно растянут, вот, либо он растягивается так, что вот эта вот связь мозга с желудком, она нарушена. То есть, человек ест, ест, ест и не чувствует сытости. То есть, вот этот вот механизм растяжения желудка, он сломан. У здорового человека этот механизм работает. Единственное, что он немножко такой отсроченный, то есть, можно успеть чуть-чуть переесть, а потом почувствовать растяжение желудка достаточно сильное. И здесь у нас в походе, смотрите, мы можем с вами покупать, я взяла с собой гороховый, у них есть такой же, например, суп капустный, ну, щи. И если вы берете какие-то готовые вот такие рационы, ну, в любом магазине, в каком-то специализированном, не специализированном, имейте в виду, что там обычно указано на упаковке на там 5 человек. Ну, вы смотрите, а там 60 грамм. То есть 60 грамм на 5 человек. Ну, плюс вам еще мясо надо добавить, там обычно не бывает в рационе мяса. Это очень мало. То есть попробуйте приготовить тот суп, который вы покупаете для группы, вот прям на 3-х человек, и вы увидите, что в 90% случаев это получается водичка, в которой что-то плавает. Вот это что-то плавает совершенно не создаст вам ощущение сытости. Потому что вода, которую вы съели с супом, она вам быстро растянет объем желудка, и вы почувствуете себя сытым. Но поскольку вы больше, кроме этой воды, практически ничего не съели, и желудку там нечего переваривать, то есть вода быстренько прошла, а в желудке осталось вот три вот такие несчастные капустки. Ощущение сытости что сделает? Быстро пройдет. Вы что останете? Голодными. Поэтому здесь нужна золотая середина. Между тем, чтобы не переесть, и вам не было тяжело, и вас не тошнило потом в середине дня или с утра, и между тем, чтобы взять такой продукт, который будет достаточно долго перевариваться в желудке. То есть он не пролетит через него очень быстро, а будет там какое-то время лежать. Соответственно, мы будем с вами выбирать супы, в которых есть прям кусочки овощей, или добавлять в кашу тоже кусочки овощей, если это ужин. Если у нас с вами завтрак, то что мы будем добавлять? Орехи, сухофрукты, да, единственное, сухофрукты порезанные, кроме изюма существует огромное количество персиков, яблок, и старайтесь сделать это разнообразно. И нам для того, чтобы вот эта реакция у нас прошла на механическое растяжение желудка, и потом он оставался растянутым достаточно долгое количество времени, очень важно, чтобы желудку было что перерабатывать подольше. И это, как правило, что-то связанное, либо это кусок мяса, либо это какой-то овощ. И тут ваша золотая середина. Между тем, что вы взяли крупно нарезанный кусок овоща или фрукта, сушеный, и он долго варится, минут 20-30, и между тем, что вы все это потерли на терке, и это быстренько переварилось. Вы знаете, как кормят людей с гастритом? Нет? Протертое все. Вот, то есть людей с проблемами ЖКТ, у которых плохо работает желудок, им рекомендуют все протертое, чтобы желудок максимально отдохнул и не старался там что-то переварить. вот это не наш с вами вариант, то есть если вы берете какой-то ну, типа вот такого вот супа в порошочке, то он может быть просто заправкой либо соусом к блюду, потому что он создаст дополнительный колораж и объем. Вот, но вот этот суп вы не варите на обед, например, потому что он у вас пролетит очень быстро. Это суп пюре, это то, что в желудке не задерживается вообще. И, соответственно, от него вы будете чувствовать себя голодным. То есть его можно как вкусовую добавку добавить в овощной суп или добавить в качестве соуса к каким-то макаронам или кашам, но никак не использовать его в виде основных вещей питательных. Туда же идут на завтрак, кто-то видел хлопья. Есть рисовые хлопья, гречневые хлопья. Брал кто-то с собой в поход? Слишком легко и быстро, да. Из минусов этих каш мы брали в первый поход, но у нас основная раскладка была настолько крутая, что нам было нормально даже с этими кашами. Но если у вас основная раскладка бедная, и вы взяли каши быстрого приготовления, будете очень быстро чувствовать себя голодными. То есть лучше брать каши, которые варят 15 минут и чуть больше газа и не чувствуют себя голодным, чем брать каши, которые практически растворяются в кипятке. А если что-то растворяется в кипятке, оно также счастливо растворяется в вашем желудке, и вы чувствуете себя голодным. Это я уже тихо перешла на третий пункт, что мы берем продукты, которые подольше перевариваются нашим желудком. И мы говорим о том, что хлопья быстрорастворимые это плохо, но иногда они выручают. Дальше мы берем продукты, у которых есть высокая калорийность. Это очевидно, что у сушеного мяса, допустим, калорийность будет в 2,5 раза выше, чем у тушенки. И мы стараемся брать что-то привычное. Это опять же возвращаясь туда к нашей психологии и возвращаясь к все-таки привычным вкусам. Либо если вы знаете, что вы в походах будете есть что-то... Я вот крупу не ем вообще. У меня муж удивляется, когда я начинаю гречку варить. Он говорит, что с ума сошла? Я говорю, ну скоро поход, нужно привыкать. А? Да-да, надо готовить. Я реально, я готовлюсь к походу, я ем гречку. А, здесь еще по поводу продуктов, к которым мы не привыкли, есть один нюанс. У нас есть вот этот друг. Вот этот. Там есть так называемый микробиом. Можете представить его в качестве какой-то что-нибудь. Он не переваривает непривычные продукты. У нас с вами наша микрофлора заточена по тот рацион питания, которым мы постоянно питаемся. Мы его можем переварить в прямом смысле переварить в кишечнике. Если вы заставите вегетарианца съесть мясо, бывает так, что вегетарианцы уезжают на скорой с отравлением. Это не шутка, это прям реальный случай, я знаю, уже не один такой. это происходит от того, что у них нету бактерий, которые способны это переварить. И поэтому происходит отравление, просто интоксикация. Если, опять же, вы пришли в поход, а вам завхоз на завхозе что-то такого, что в жизни не ели, а вы себя не начали перед походом этим подкармливать, могут быть нюансы. Ведь боли в желудке, гастрита, поносы, запоры и так далее. Если, допустим, клетчатка, у вас завхоз насушил кучу овощей и навалил такое количество клетчатки, которое вы в жизни не едите, в обычной жизни, тоже могут быть нюансы, потому что клетчатка либо в запор уводит кишечник, либо наоборот в понос. Либо вы будете страдать, потому что вам тяжело и больно, либо потому что надо за каждый камень бежать. Поэтому вот этот товарищ, он очень важный. И пищевые привычки тоже, и знание о том, кто что ест в обычной жизни тоже очень важно. И, соответственно, завхоз обычно получает себе... Я читала лекцию недавно в турклубе, и говорю, что завхоз это самая мерзкая должность, потому что она работает на каждом выходе все полгода, пока вы в туршколе учитесь, потом вы отдуваетесь в походе, а если вы еще сушите, вы еще сами все сушите, я обычно сушу, ну, месяца за полтора, за два начинаю сушить, если это на 10-20 человек, то... А не у всех есть сушилки. Вот заставьте вы их. Заставьте. Не заставляю. Ну, трое-то ладно. Ну, вдвоем еще ладно. У нас в Хибин 20 человек ходило. Представляете, это трэш. Вот, соответственно, завхоз обычно веселится от вопросов, насколько долго еще будет вариться обед. Это обычно руководитель шпаняет и говорит, что группа тут сели. Вот, поэтому мы должны находить золотую середину между тем, что это быстро варится и питательно для нас, и создает ощущение сытости. Есть люди, которым не хватает каких-то, да, вот продуктов, например, мяса. А, история, да. Мы ходили в Ингушетию, у меня был офигенный завхоз, я ее очень люблю, у нас с ней очень похожи пищевые привычки, и мы прям радовались. Она говорит, я к тебе пришла в группу как руководитель, потому что я знаю, что у тебя можно пожрать. Я говорю, да. И мы ходили только на сушеном мясе, она как бы все нормально. И был у меня парнишка-гид коммерческий в группе, говорит, я твои раскладки заголодал, мы ее съесть не могли, она говорит, я был голодноватый. Я говорю, почему? Тушенки не было. У меня глаз задергался. Я говорю, мясо сухое, калорийнее, чем тушенка. То есть, ну, как бы, вот у тебя 20 грамм сушеного мяса в супе, это 60 сырого, и 30 грамм в ужине, это 90 грамм сырого мяса. У тебя 150 грамм мяса в день, ты голодный. Я говорю, мы этим давились, мы не могли это съесть. У нас там был пармезан, соус песто, вяльные помидоры, вяльные оливки, вот это вот все с макаронами, куча соусов. Говорит, я голодный, мне тушенки не насыпали. Это про что? Про кукушечку, извините. Это к вопросу, почему психология питания очень важна. И к вопросу, почему нутрициолог должен с психологом вместе работать с людьми. Дальше. Про еще что-нибудь вкусненькое завалялось у нас одному человеку. У нас за вхоз взяли печенье, Лене все время не хватало. Говорит, а где конфета нормальная? Ну, то есть за вхоз взял маленькую печеньку. Ты приходишь, а ты привык, что у тебя сладкая конфета. Но конфета это существенно. Две. Две, да. Две. На выходе. Вот. Поэтому я говорю, на выходе надо питаться так же, как и в походе потом. А то, значит, на выходе две конфеты, а в походе одно печенье. Одно. Печенье, оно что делает? Оно проваливается сразу, вы его даже не видите, ваш организм его не замечает там в желудке. Оно растворяется. Поэтому, что-то голодный физически и голодный психологически, потому что вот это и две конфетки. Разница? Разница. А вы привыкли две конфетки. Вот. Поэтому у некоторых людей вот спрашивают, что еще вкусненького завалялось. Карпит надо брать. Две конфетки в день. Есть люди, которые говорят, что они вегетарианцы. Есть люди, которые сомневаются в сроке годности продуктов. Это тоже, да, распространенная история. Мы иногда открываем, иногда плохо упаковываем, кстати говоря. У меня группа сыр порезала дома, завернула в полиэтилен, а потом запаковала в этот, в пакет герметичный. В общем, половина сыра у нас покрылась плесенью, потому что либо герметичный пакет вакуумный, либо пленка. Вот. В пленке сыр плесневеет. Покупайте вакуумные упаковщики себе. Вот. Геда портится иногда реально. Часто спрашивают, когда мой день. Будем есть. Рюкзак очень тяжелый, то есть человек истощается, потихоньку он хочет скинуть вес. И здесь вопрос о паковке продуктов, мы об этом в конце поговорим. Да, я голодный, уже выяснили, что это может быть и биологический, и психологический фактор. И есть люди с объективными проблемами с пищеварением, то есть с объективными биологическими факторами. Они что-то не могут есть, мы это обязательно учитываем. Дальше. Если у нас, допустим, идет каких-нибудь, ну там, два вегетарианца в поход, я всегда говорю, если у вас два вегетарианца, они несут свою горелку в свой рацион питания, потому что одному сидеть, готовить, это как бы это изгой, а когда они вдвоем и в общем кругу тоже свою горелочку рядом поставили и свою еду приготовили, это уже коллективность. Вот. А дальше, ну, всегда у руководителей есть варианты либо не брать вегетарианца, либо смириться и за вхозу тоже смириться и как-то там себе что-то придумать. Соответственно, еще раз подводим итог. Нужно учитывать способность к пище насыщению, вкус, особенности усвоения, то есть это все аллергии, диеты и так далее. И насколько у нас человек не помрет, если мы все-таки этот продукт ему дадим или не испортит всем жизнь своим психологическим, своим климатом, эмоциональным потом. Учитывая пищевую ценность продукта, здесь есть одна очень большая проблема, что как только у нас завхозы начинают считать КБЖУ, калории, белки, жиры, углеводы, у них выпадают волосы от ужаса. И ваша раскладка превращается из 480 грамм на человека в 550 или 600. Вот. Поэтому есть люди, которые не рекомендуют считать КБЖУ. Если вы начинающий завхоз, вы можете этим побаловаться, а потом плюнуть и перестать, потому что более-менее понятно, сколько вы съедите. Вес продуктов мы стараемся облегчить, сроки хранения продуктов учитываем. и есть еще такая вещь, как поддержание водно-солевого баланса. Тут очень хитрая вещь. Смотрите, вы несете с собой сушеные овощи и сушеное мясо. Оно что от вас требует? Побольше попить. Потому что при процессе пищеварения внутри желудка оно разбухает и требует еще большей воды. А вы идете где-нибудь где-нибудь. А у вас есть еще особенность желудка, что вы не можете пить холодную или сырую воду. И вы попадаете в дефицит водный. У вас начинается обезвоживание. Я, например, у меня есть такая история, я не пью холодную воду, я не пью сырую воду. То есть все в архизе пьют родничок, да, ну, знаете, такое, это из-под ледника течет. Она типа дистиллированная. Ничего, что там туры бегают и на этот ледник, извините, гадят. А потом это все тает и вы это пьете сырым. А потом рассказываете мне, что там нет никаких бактерий. Вот. В общем, я могу, честно, ну, так, нормально начать помирать. Я ношу с собой маленькую горелку 50-граммовую, маленький 100-граммовый баллон. Мне его хватает, чтобы пол-литра чая себе с утра вскипятить, залить в термос или просто в бутылку и его пить. Да, это вес, но сойти из-за проблем с ЖКТ и всем испортить еще жизнь, потому что я буду там где-то в кустах умирать и вся группа никуда не пойдет. фильтр. А фильтр из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, из фильтров, которые теоретически мне подходят, они как бы сильно дорогие. И не всегда хочется там какой-нибудь МСР покупать, ну, потому что логичнее купить что-то другое, чем, ну, фильтр — это последнее, на что хочется тратить деньги. Мы ходили с подругой в Большую Валдайскую тропу, у нас был такой помповый российский фильтр, но на нем написано, что после него нужно кипятить. То есть из стоячей, стоячую воду ты можешь профильтровать, и реально у нас вода из болота желтая превращалась в светлую воду, не желтую. Вот. Но пить ее сырой все равно нельзя. То есть, ну, какие-то более бюджетные фильтры, они, как правило, требуют все равно кипячения, вот. Фильтры, которые очищают достаточно хорошо воду, они, в принципе, да. Вот. А дальше вопрос, что там с глистами? Ну, попробуйте попить таблетки обеззараживающие. Ну, на крайний случай интерфурил мы с собой носим. Нет, ну, я говорю, здесь кому, что у нас большинство в группе пьет сырую воду, и им нормально. Я говорю, лично про себя мне ненормально. Вот. Поэтому вы должны вообще понимать, я вообще к региону Кавказа, за Кавказией привыкала три года. Я первый раз, когда поехала в Армению, например, и Грузию, я просто от местной, даже кипяченой воды, у меня начался такой гастрит, что я теряла сознание от боли. бывают такие, да, бывают вот такие уникальные люди. Кипячение спасает это, если у вас горная вода, холодная, и вам надо более теплую и не сырую. Вот. А так, в принципе, адаптация просто. Несколько лет поездить, и она спасает. Ну, то есть, сейчас я езжу в Грузию, в Армению вообще без проблем. Но поначалу были прямо очень большие проблемы даже с кипяченым. То есть, местную еду ешь или там чай или компот пьешь, и все. Умираешь, потом, ну, прям долго. Да. Можно отъезжать? Вы бы... Да. Да, давайте. Что вы думаете об использовании морской воды при вставлении? Вообще возможно ли там смешать с пресной по лампу? Потому что уже строится регион Белого моря, где будут проблемы у некоторых слов. С морской водой я читала, что можно смешивать с обычной. Но говорят, что есть моря, которые просто очень соленые. Типа, плохой вариант все равно будет очень соленый. Я как раз недавно эту тему читала, да, статью. Ну, либо вам нужна какая-то дикая бухта, где вы знаете, что туда санатории и местные поселки не сливают свою канализацию, что у нас на юге Россия повсеместно происходит. Потому что вода грязная реально. моря там тоже. Мы там искали грязного на Беломорье. Не использую. Вот. Честно, я не гуляю на... там, где море. Вот. Я не хожу в походы. Я никогда не сталкивалась с необходимостью вот что-то с соленой водой делать. Но говорят, что нужно разбавлять. Ну, это то, что я читала. Дальше я вам никакой другой информации, к сожалению, не могу сказать. Если постоянно ходите, то почему не будете в пыль, который по идее будет даже меньше, чем погорелка? То есть он не будет защитить вирусов или будет очень плохо защитить? Он будет защитить и все остальное. Ну, про это же самое КТ-1? Ну, потому что я любитель еще теплой воды. то есть я говорю, у меня на два фактора. Да, ну, когда у вас есть вариант того, что у вас желудок или же КТ вообще реагирует только на сырую воду, это один вариант. А когда вы реагируете еще на температурный режим, то есть это холодная вода, ледяная, то это другой вариант, надо греть. У меня просто оба варианта, когда нужно что-то теплое, иначе будет плохо. Поэтому мне проще нести горелку, и мне это безопаснее. Я знаю, что я так точно не умру, чем нести с собой фильтр и пить холодную воду. Ну, в принципе, да, если фильтр вас... Потом, смотрите, с вирусами следующая история. У нас, когда мы проводили соревнования по бегу в Абхазии и потом на Красную Поляну уезжали тоже на соревнования, у нас ребята попили водички из местных источников. С фильтром или без? Без. Ну, вирус поймали. то есть ротовирус поймали. Ну, потом, как бы, вместо старта была температура 40 и понос. Вопрос, насколько фильтр защищает от вирусной инфекции местной. Вот, потому что, ну, есть такая история, что большинство людей, которые, например, в Крым первый раз приезжают, они все ротовирусом болеют местным. один раз переболели, у вас иммунитет возник, вы приезжаете второй, третий, четвертый раз, больше не болеете. Вот, поможет ли в этом плане фильтр, я не знаю. Вот, а не хочется. Ну, то есть, да, от примесей, от грязи, да, вот, вопрос, как бы, а не подхватили, вы... не могу, я не изучала, честно, вопросы фильтров, опять же, потому что на группу вы тоже целый фильтр не притащите. Вот, но, вот, в личную, да, вот по поводу водно-солевого баланса, да, либо вытащите, либо у вас железный желудок, первый вариант, и вы пьете все, что вам попадется, и нормально себя чувствуете, либо вы несете с собой горелку, либо вы несете с собой фильтр. Вариант три. Как общие решают? Не-не, свое, личное, личное, каждое личное, да, это я говорю, что, ну, я говорю, у меня, вот, большинство людей в группах, которыми я ходила, они все нормально пьют воду, кроме меня. Вот, поэтому я ношу свою горелку, они не носят. Вот, но я им не даю потом, у меня маленький баллон, я говорю, кипятите свой кофе где-нибудь в другом месте. Опять же, если мы идем в каком-то жарком климате и сильно потеем, то хорошо взять с собой в личную аптечку и в общественную ригидрон и какие-то вещи, восполняющие ваш водно-солевой баланс, там, магний, соли и так далее, потому что могут сводить ноги, руки, ощущения у вас будут неприятные, вы будете уставать, плохо себя чувствовать. Поэтому очень важно, да, минеральной воды нету, и синтуков вы нигде не купите, боржоми вы нигде не купите. Если пойдете на Казбек, там есть источник возле кармадоновых ванн. Чай, главное, на нем не варить, у меня муж приносит воду и варит на ней чай. Чай на есентук, ну, как бы, типа, ну, типа есентук, а кармадон, да, наверное, это вода, такая она по вкусу, как минералка, был неприятный, ну, да, нарзана, очень невкусно, невкусный чай, на ней варить не надо. Но зато можно водно-солевой баланс прям так пополнить, по поводу регидрона, что нужно знать, что его нельзя пить залпом, то есть вы разводите его на литр воды или на полтора и пьете в течение какого-то времени, потому что, когда вы много, резко выпьете минеральных солей, у вас может начаться понос. Этого лучше избегать, то есть если вы берете препарат аптечный, то вы его пьете растянуто. Если вы берете какие-то таблетки с собой, типа спортивных, вот этих вот электролитов, то их можно менее аккуратно пить, а от них не будет такой сильной реакции. В продолжении темы продуктов, которые мы выбираем, это те продукты, которые долго хранятся. Легкие, долго хранятся, быстро готовятся. иногда может быть это актуально как группа быстрого приготовления, если вы знаете, в случае, что вы знаете, у вас очень напряженный маршрут. у вас, допустим, руководитель нарисовал маршрут на 8 дней, 7 или 10 перевалов, очень напряженный, и вам нужно очень быстро позавтракать, эвакуировать лагерь и пойти. Да, тогда у вас хлопья быстрого приготовления, ваше все. А если разбить в миксере, погонить в зону неочищенную, она же тоже быстрее приготовится, но при этом будет неочищенная. Перевариваться она все равно будет максимально быстро, а пока ваша клетчатка дойдет до кишечника, это тоже будет. Ну, то есть это будет та же самая история, как с кормлением гастритчиков вот этими вот пюрешками. Каши быстрого приготовления, и каши разбитые, но они быстро приготовляются, а потом нет. Это средний вариант такой промежуточный. То есть она будет создавать ощущение сытости, но уже когда она дойдет до толстого кишечника, вот, за счет вот этой клетчатки она будет разбухать в кишечнике, тоже определенные гормоны будут вырабатываться, но через желудок она, да, пролетит достаточно быстро. То есть ощущение голода, оно тоже достаточно быстро возникнет, потому что это завтрак, у нас уже переварилось все, что мы съели на ужин, желудок уже пустой, а нам нужно, чтобы в желудке было что-то прям такое. Другой вариант, вы закидываете в кашу, да, вариант того, что вы можете сделать с вот этими быстрыми кашами, это добавить льняные семечки, желательно не перебитые, потому что, ну, кто заваривал лен, он знает, что он такой маслянистый становится, да, и так разбухает достаточно хорошо. Вот лен, если вы его не перебили в порошок, он у вас будет потом в желудке очень хорошо разбухать, и вот он будет создавать ощущение сытости, даже вот с кашей, перебитой блендером. А, с кашей, перебитой блендером, есть другой момент, во-первых, ее надо все равно варить, потому что будет вот этот мучной привкус неприятный, то есть вы будете есть клейстер с ощущением сырого, сырого вот этого крахмала, сварить вы ее не сможете, потому что она будет к кану прилипать и подгорать. Вот, да, кстати, вот эта история, ее трудно будет готовить, не очень хороший вариант с блендером пробивать, не свариться, есть будет невозможно. Вот, лучше взять как бы вот эту кашу быстрого приготовления и туда прям больше сухофруктов положить, причем лучше сухофруктов, которые вы сушили сами, потому что сухофрукты, которые вы покупаете в магазине, если вы почитаете, как их обрабатывают, их сначала в, их бланшируют в сахарном сиропе. И, ну, это такая не очень хорошая история. Блеклые, которые блеклые, темные. Блеклые, да, темненькие. Там как бы обработки минимальное количество, сахар у них свой и хорошая клетчатка, да, не разрушенная за счет термической обработки. Мы можем брать макароны, но макароны мы выбираем длительной варки, желательно, там от 12 минут, потому что твердые сорта пшеницы, они дольше создают ощущение сытости. Все макароны, которые варятся 3-5 минут, они, опять же, быстро проскакивают через желудок, ощущение сытости не создают. Берем сушеное или сублимированное мясо. Когда вы выбираете сублимированное мясо, я вам рекомендую брать не вот эти таблеточки, которые похожи на собачий корм, потому что они жутко невкусные, их есть невозможно, то есть вы как бы вы испортите себя все. А, у нас как бы в Армению ребята взяли, да, вот эти, у нас была за вхозом девочка-вегетарианка. Она и взяла сублимированное мясо. Мясо оказалось вот этими вот кокулями. Весь поход все были вегетарианцами, потому что никто это есть не мог. После этого она перестала быть вегетарианкой. Зато все остальные побыли в ее шкуре. Они до сих пор, это уже 2 или 3 года прошло, они до сих пор вспоминают это мясо. Есть было невозможно, ужасно. Вот, поэтому, когда вы выбираете сублимированное мясо, я вам рекомендую либо купить упаковочку до похода и попробовать и понять, что у вас все это могут съесть, потому что оно тоже разное бывает. Либо вы берете то сублимированное мясо, которое кусочками, прям как будто кусочек настоящей курицы или говядины, оно будет дороже, но зато оно будет нормальное, вкусное, и перевариваться оно тоже будет дольше, чем вот эти вот галеты. сушеные или сублимированные овощи, ягод, фрукты. Дальше мы берем сухари или хлебцы. С сухарями есть один нюанс. Очень классно, когда вы сушите хлеб сами и чуть-чуть сбрызгиваете его маслицем, то есть вы добавляете жиры, сухари, но сухари, которые вы сушите сами, если вы оставляете слегка мягкими, так, чтобы не сломать зуб, они не плесневеют, они на одну треть легче становятся. Нам надо с вами, чтобы он в три раза стал легче, а он становится только на одну треть. Сухари, это очень, самостоятельно высушенные сухари, это очень тяжелый продукт, поэтому вы его можете взять на один-два приема за весь поход, потому что когда вы уже устанете постоянно от одной и той же еды, вы достаете сухарь, который полит маслом, с чесноком, с зеленью, и вы вдруг это едите, а еще лучше с каким-нибудь борщом, то вы думаете, боже мой, я у бабушки дома, наконец-то, и у вас полное ощущение психологического комфорта, радости и счастья возникает. А в чем это сухари вы паковали вакуум, чтобы не... А все сухари ломаются, все сухари ломаются. Ну, нет, я про сухари, которые сами сушили, они меньше ломаются, потому что они более гибкие. В жесткую тару мы упаковываем хлебцы, которые такие тонкие, магазинные. Обычно мы всей группе говорим, типа, будете пить молоко или сок, оставьте картонку. Или есть хлебцы, которые уже в картонке продаются, просто мы ее чуть-чуть уменьшаем, то есть мы ее чуть-чуть отрезаем, чтобы они там не болтались, а были плотненькие. Ну и плюс, человек, который несет эти хлебцы, мы обычно говорим, что вот у тебя здесь хлебцы, пожалуйста, неси их аккуратнее. у меня вот этот вот мой коммерческий гид-приятель, он упаковывает рюкзак вот так, и когда он вытащил еду и завхоз это увидел, оно такая же педантичная, как и я. Кто это нес? Я, Коля, такой, за дерево. Вот, поэтому, ну, просто лучше знать, что вы несете, а на меня, например, все в походе ругаются. Ты настолько педантичная, ты собираешь свой рюкзак вот так, а у меня анатомический рюкзак, а спрей, он весь вот такой, вот туда фиг, что запихнешь, Ты, знаешь, запихнул одно, взял маленькую герму литровую, запихнул посередине, а потом еще вот в эту дырочку я вот так вот могу очень долго собирать рюкзак, вместо того, чтобы сделать это вот так. Вот, но зато у меня хлебцы доезжают в идеальном состоянии обычно. Вот, и с хлебцами та же самая история, что и с маслом. Просто нужно помнить, что они там есть. И, допустим, если вы не носите сидушку, а сидите на рюкзаке все время, то вы хлебцы кладете наверх, а сидите вы на низе живота, на попе. Да? Да, самое нежное пакуется наверх, и самое ненежное, на чем вы можете посидеть, пакуется вниз. Вот, с хлебцами есть один фокус. Я не принесла вам, к сожалению, две разные упаковки хлебцев. Вы можете купить хлебцы, которые обычные вот из хлеба делаются, из Бородинского. Там будет мало калорий, если вы обернете нас, ну, как бы и посмотрите колораж. А если вы возьмете какие-нибудь хлебцы с добавлением семечек, льняных, чия, семечек этих, как они называются, подсолнечника, в общем, любых семечек. Это что у нас сразу с вами произойдет? Да, калорийность будет сумасшедшая, по 400, по 500 калорий можно найти хлеб, представляете? Вообще, какой калораж должен быть в среднем походе на человека, на мужчину, на женщину, на ребенка? Ну, я говорю, получается всегда по полторы-две тысячи. Вот как, не извращайся, вот где-то так. Ну, максимум 2-300. я говорю, две тысячи на меня хватит, а на мальчика не хватит. Это общак, получат. Это общак, общак, да. Сами вы добираете около тысячи, скорее всего, потому что, если вы возьмете орехов, то там, ну, как бы, горсть за горстью очень прекрасно съедается. Ну, единственный минус орехов, что вы печень можете прибить, если вы будете есть каждый день много, по 100 грамм орехов, то вам может из-за ребра помахать рукой кто-то. Вот, поэтому вот с карпитом тоже есть нюансы. Во-первых, орехи, они мелкие, вы их съели, вы их разжевали, они превратились в такую труху. Теперь представьте, что у вас в желудке только вот эта труха, вот такой вот желудок, вот такая труха там болтается и раздражает вас невероятно. Ну, не понятно. Они и калорийные, и жирные, и поэтому условно на них ты добираешься. Ну, да, да, но я говорю, плюс в карпит. Какие-нибудь еще, и там не 2000 калорий, а много. Ну, я говорю, есть уникальные люди, которые вес набирают свой собственный в походе вместо того, чтобы похудеть. Вот, да, нужно понимать, что в поход не надо ходить, чтобы похудеть. Это первый момент. Второй момент. Нужно питаться реально нормально. Мне одна девочка тут говорит, ну, я, говорит, пухленькая, я на запасах дойду. На запасах никто не доходит, потому что обычно люди с избыточным, ну, прям сильно избыточным весом, это люди, которые не тренируются. У них транспортные системы подкожного жира в межмышечный жир и дальше в кровоток и в качестве энергетического субстрата его нет. Поэтому, ну, извините, если бы у нас люди с лишним весом могли бы вообще ничего не есть, мы только с ними бы в походы ходили. Ну, классно, ты взял, как бы, 10 людей с избыточным весом, фитнес-дур, да, и они, как бы, сами себя едят, а мы им ничего не несём. И тогда у нас вообще вот этого всего, знаете, даже не возникает вопросов никаких. Вот, мы их там гречкой с вечера покормили, с утреца овсяночкой, и они пошли. Классно было бы, но так не работает, как бы, запасы из организма не истощаются. Но мы тут смеялись, мы сошли с мужем оба с ММБ, очень жёсткая трасса была, и у меня что-то какая-то старая травма колена в первый раз за 8 лет решила, значит, выстрелить. Я так прихожу домой, встаю на весы, а я ещё и опухала на фоне физической нагрузки, то есть, как бы, такая ещё плюс полтора килограмма. Я такая, я хотела похудеть. 120 километров, да, за два дня, за двое суток. Ну, блин, на него, похудеть нельзя. Ну, плюс рюкзак 10 килограмм. Ну, вообще, похудеть не удалось. Соответственно, мы с вами берём колбасу, которую не портится, когда вы, где покупать продукты, ну, вот эти вот все, которые колбаса, сыр и так далее, вы приходите на рынок, если вы видите, что что-то лежит не в холодильнике, есть сало, которое хранится только в холодильнике, а есть сало, которое можно нести без холодильника. Вы подходите и говорите, что я из этого могу взять в поход и нести без холодильника? Вам обычно расскажет продавец, говорит, вот это выживет три дня, вот это неделю, а вот это две. В смысле? Количество соли на сало? Ну, скорее всего, что-то посольно-нитритной солью, что-то как-то термически обработано, что-то не... Я не вдавалась в процессы обработки, но сыровял, как правило, живёт дольше, краковская колбаса, которая пожаренная, она реально три-четыре дня живёт, вот, но она вкусная, её можно брать с собой в поход, она в поезде даже ездит нормально, вот, и вам продавец вот обычно скажет, что, сколько едет и без... Потому что, когда вы всё время едите только одну сыровяльную колбасу, во-первых, тоже может начаться гастрит, особенно если вы их не едите вообще в обычной жизни, то тут на вас падает кусок нитритной соли с огромным количеством жира и ещё кучи бактерий, да, у нас сыровял, это специфические бактерии туда добавляются, в которую эту колбасу как бы перерабатывают вот это мясо. Если вы там в какую-то колбасную тему углубитесь, это целый космос. Я хотела сыровялить колбасу, мне просто холодильник некуда ставить специальный. Он должен быть с вентилятором и на плюс 10 градусов. Там очень сложная технология, там люди заморачиваются, составляют разные бактериальные закваски, вот эти вот, для этих вещей. Вот, и на них может ЖКТ среагировать, оно как бы такое не ело, а вы на него, вы суёте это в него три раза в день, три раза в день вы пичкаете колбасой желудок свой с кишечником. Соответственно, молоко мы несем сухое. Молока сейчас, кстати, очень много разного, помимо обычного коровьего сухого молока, у нас с вами есть немолочное молоко, которое, да, кокосовое молоко, знаете, какое классное, я том ям варю, потрясающее, никаких банок вот этих металлических никто не тащит. Единственное, что, когда вы выбираете, там заходите на какой-нибудь Валбари Сазон, смотрите молоко, у вас обычно идет какой-нибудь порошок кокоса, мальтодекстрин. Вот, мальтодекстрин не должен быть на первом месте, потому что, значит, что вы купите вот такую тонну сахара и вот такое вот количество кокоса, он будет невкусный. Ну, честные производители вообще пишут, там, мальтодекстрина 3% или мальтодекстрина 20%. Вот, чем меньше мальтодекстрина, тем дороже сухое молоко, тем оно вкуснее. Соответственно, если человек говорит, что я прям вообще не ем молочные каши, ну, если он готов на личное питание переходить, то мы его переводим на его личное питание, он себе готовит завтраки сам. половина молочная кашу не ест в этот день много молоко обязательно и не ест кашу. Нет, если у вас вся группа не ест молочную кашу, то, пожалуйста, ну, вы как бы такие, все, никто не ест молочную кашу. У вас нету никаких вопросов. Можете взять немолочное молоко и на ней готовить. Если хотите сладкую кашу и не хотите молоко добавлять, пожалуйста, готовьте на кокосовый, не кокосовый. Единственное, что у вас чек за поход сразу вырастет прям сильно. Вот, а если у вас один человек, который, ну, либо вы готовите всю кашу, варите на воде, ему откладываете, а потом добавляете сухое молоко, желательно разведенное в чашке, иначе вы бухнете в горячую кашу, оно у вас все свернется комочками. Вы его ни за что никогда не разведете. Смешивайте, сухое молоко и не добавляйте сразу. Я добавляла, и я промешивала, мне было нормально. Вот, коммерческие гиды, мои знакомые, говорят, что нужно добавлять после. В том ям, например, я кокосовое молоко добавляю после. Я его замешиваю в чашечке, вот, и потом уже переливаю, потому что варить с ним нельзя, вот, оно свернется при кипячении. Вот, надо понимать, что не молоко, оно сворачивается, его нельзя кипящей водой заливать. То есть, вы сначала все сварили, в чашечке отдельно развели это молоко, перелили в кан, размешали, и уже потом как бы употребляется. Там есть особенности просто готовки. Ну и, собственно, сладости мы тоже несем. Вот, обычно почему-то все ассоциируют поход с гречкой и тушенкой, а, и макаронами. Продукты настолько разнообразные, что я, например, очень люблю макароны, и мне их всегда не хватает в походе. Я говорю, почему два раза были макароны, давайте есть макарон пять раз. Сделайте мне макароны на завтрак. Вот, никто не делает. у нас с вами есть кускус, у нас с вами есть рис, надо понимать, что рис очень долго готовится, лучше брать басмати или жасмин. Есть ячневая крупа, которая тоже минут за 15 в принципе варится, можно еще на 5 минут 10 накрыть крышкой, она дойдет. Ну, единственное, что нужно, да, мелкий помол выбирать. То есть, ячка и полба, они чем мельче помол, тем лучше и быстрее они варятся. И они дают потрясающую сытость. Намного больше, чем дает гречка. Единственное, что нужно, вот я говорю, реально выбрать что-то вот такое прям мелкодробленое, иначе будете варить полчаса и ругаться. Нужно вот прям... Что еще нужно мелкодробленое выбирать? Сейчас скажу. Кенуа. Потрясающая история. Кто не ест в обычной жизни кенуа, обычно ест ее в походе и приходит в дикий восторг, особенно если туда добавить каких-то вяленых или сушеных помидоров или болгарского перца. Я промываю дома. Я промываю дома, просушив, говорят, что она горчит. Я не пыталась ее варить не промытой. Я просто дома промываю, она сохнет, я ее пакую в пакет и дальше в поход. Я замороченный человек, мне иногда муж говорит, вылези уже с кухни, мир такой большой. Я говорю, классно, сейчас все в поход соберу и пойду. Булгур. Есть очень прикольная штука. Иногда вы видите булгур очень крупный, он такой желтенький и прям большой, он будет у вас вариться очень долго. Есть совсем мелко дробленый булгур, вы приходите в какой-нибудь магазин типа армянские продукты и говорите, мне булгур для, как же он называется, господи, для табуле, табуле, по-моему, вот это вот с овощами, помидорчики, вот это вот, они говорят, для табуле вот этот вот, и это значит, что это будет максимально мелкоперемолотый булгур, который уже приготовили, сготовили и засушили, и он будет прям потрясающе, можно просто кипятком заливать, и он у вас уже дойдет за 15 минут, его даже варить не надо, но при этом он будет очень плохо очищенный, вот это к вопросу средних вариантов, вот, он практически не очищенный, там будет очень много клетчатки, он будет очень мелкий, и он будет достаточно хорошо насыщать, особенно, если вы туда овощей натолкаете много. Есть очень хорошие, по поводу макарон, да, сказала, что лучше брать все-таки то, что варится от 10 минут, есть вариант фунчозы и всяких соусов, фунчозе, это если вы хотите, они, ну, это все, это очень быстро переваривается, не очень хорошо создает ощущение, насыщение, да, куда мы можем эту фунчозу воткнуть? У вас был тяжелый день, а следующий день у вас легкий и полудневка, и у вас была маленькая минимальная нагрузка по физухе, вот туда вы можете воткнуть продукт, который вас плохо насыщает, потому что энергозатрат у вас было меньше, ходовой день у вас был короткий или легкий, и вы можете туда воткнуть что-то ну, такое интересное по вкусу, то есть вы берете, несете с собой пакетик соуса, и желательно тоже человеку, который его несет, сказать об этом, чтобы он не раздавился, но мы иногда покупаем в пачечке, да, такие жидкие, да, 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 вот, как правило, один-два соуса на 10 дней, да, можно принести, ну, тоже такой компромисс, ну, чтобы ни с ума не сходить там сильно. Очень сложный вопрос, надо пробовать, честно. Смотрите, мы, мы на самом деле в Ингушетии очень сильно лоханулись, извините за жаргон, мы взяли креветки сушеные, мы взяли гречишную лапшу и кисло-сладкий соус, который испортил всю еду, потому что мы его не попробовали заранее, то есть мы вообще самый дорогой и вкусный продукт мы просто выкинули. Поэтому соусы вы просто покупаете и пробуете, они постоянно меняются, вот, ассортимент в магазине, то есть ты приходишь, хоп, то, что ты покупал, нету. Упаковка, объем, ну, вот как сырой, ну, представьте, что это сырой, ну, примерно такой, но я не помню, сколько там грамм, я забыла из дома захватить, если в плане там том-яма или вот, я очень люблю ароид, они очень хорошие соусы делают, они чуть подороже, но они прям реально съедобные. Сенсой делает прям не очень вкусную штуку. Вот, еще есть вот такие вот маги делают очень классные сухие соусы, их прям можно пересыпать даже в пакеты, я не знаю, насколько вы вес сэкономите, вот, если вы берете какой-нибудь баланьез соус, очень классно, если вы делаете вяленые томаты и вяленые оливки. Сейчас я где-нибудь, у меня даже была фотка, а вот она. Я несла в качестве сюрприза для группы, вот, вяленые томаты и оливки, и мы их как раз в макароны, у нас была макароны с индейкой, с этим соусом, и туда прям так. Я реально, я в походе ем лучше, чем в Москве, намного, скажи. Есть очень классные штуки, называются птитим и орза. Птитим и орза это макароны, одни такие в шариках из твердых сортов пшеницы, маленькие, а вторые, они похожи на такую рисинку. И очень прикольно, их добавлять в супы. То есть, как только вы в супах вам нужно добить какой-то колораж и густоту, ну, допустим, у вас там что-то овощное из серии капусты, картошка, мясо, и вам нужно создать калорийность. Вы туда хоп, она у вас не изменит вкус супа, то есть, у вас не будет ощущения, что вы едите какой-то суп-лапшу. Но очень сильно добавят калорийность и объема. Очень классные макароны, практически везде я их добавляю. Соответственно, БЖУ мы можем считать, а можем не считать и забить на это. Летом мы можем идти с большим количеством углеводов. Один белок, один жир, один углевод. Соотношение. в горах мы можем насыпать больше количества углеводов. И вообще, чем интенсивнее у нас поход, тем больше углеводов мы насыпаем в наше питание. Зимние походы у нас все-таки превалируют жиры, потому что нам с вами нужно как-то согреваться и делать нашу еду более жирной. Плюс, зимние походы, там пропускается прием пищи обед. То есть обед никто не готовит. Готовят завтрак, готовят ужин. Если вы встанете и полтора часа-два будете готовить обед, вы замерзнете и больше лыжный поход у вас закончится. В общем. Соответственно, есть рекомендации веса на человека, калорийности. Ну вот в 2 500 очень сложно выйти. Я говорю, максимум на 2 000 обычно все добивают. На 100 грамм продукта мы стараемся где-то 300-380 калорий найти. Приемы в пище, ну вот мы в турклубе рекомендуем все-таки 3. И карпит 150-100 грамм. Это шутка от моего мужа. Озвучу, да? Завтрак, обед и ужин съешь сам. Карпитом поделись с руководом и лосями. Враги сами умрут. Обязательно, да, три приема пищи. Мы ничего не пропускаем. Карпитом, если вы набрали много и понимаете, что не съедаете, поделитесь с кем-то большим, тяжелым и кому нужно побольше калорий. Смотрите, у нас с вами есть три приема пищи. И, как правило, у нас ощущение сытости возникает в том числе на количество сахара в крови. Это как завтрак, обед и ужин. Посередине, вы видите, у нас такой провал происходит. И чтобы себя минимально поддерживать в каком-то рабочем состоянии, мы сюда подкидываем карпит. Ну, опять же, я вам рекомендую брать карпит такой, который вы проверите, что он вас насыщает. Я, например, беру сухофрукт. Я знаю, что лично мне, скажем так, орехи не заходят. Я от них чувствую себя голодной. И для меня очень много жира, потому что мы едим колбасу и сыр. Я беру сухофрукты и я беру какой-нибудь копченый сыр, например. Грузины. Можно на московских рынках точно найти грузинский сыр, копченый, который не портится неделю. Я себе пакую вакуумные упаковки. А, еще я беру сухари с изюмом, потому что хлеб создает нереальное ощущение, насыщение. То есть, у меня чуть-чуть сухофруктов, один сухарик, один кусочек сыра и один пикник. И это мой карпит. Карпит, надень, да. Надень. Мясо мне что-то не заходит. Я сушила джерки, да, я их ела уже так, потому что все остальное закончилось просто. Вот. Кому-то, да, джерки тоже хороший вариант. Если вы знаете, что вы идете на тушенки, а это слишком мало белка и слишком мало калорий, берите либо готовое вяленое мясо, либо мясо, которое вы завяльте сами. Если вы вяльте мясо сами, обязательно обрабатывайте нитритной солью. Соответственно, у нас с вами очень большой, видите, дефицит калорий. Я пыталась замерить часами, писала в хибинах трек, и по пульсу у меня примерно там что-то от лукавого считалось по энергозатратам, опираясь на то, насколько пульс поднимается. Ну, то есть я задаю поход, он знает, что я иду, это средняя интенсивность, не знает, что я поднимаюсь в гору и мне очень тяжело, я плохо поднимаюсь вверх, очень хорошо бегу вниз, поэтому, скорее всего, затрат по энергии было больше, мне часы намерили 2200 в среднем. То есть моя норма 1650 в день, в походе 2200, ой, 2200. Я думаю, что по факту где-то две с половиной. общественный рацион это полторы-две тысячи калорий. Ну, понимаете, насколько даже я со своим тщедушным телосложением не доедаю. Вот, припасенный жир не помогает. Еще чуть-чуть про вкус. Смотрите, мы возвращаемся к нашему, мы чуть-чуть, мы с вами много поговорили про физическое ощущение голода, которое создается из того, какие продукты мы едим. То есть чем мельче продукт, чем меньше в нем клетчатки, чем быстрее он переваривается, тем голоднее мы будем. Есть другой момент, есть ощущение психологического голода. И здесь вы можете прям себе делать вот такую таблицу, я обычно ее прям черчу на листочке бумаги, и дальше я потом ее очень долго перерисовываю. Потому что я делаю это где-нибудь в дороге, а не на работе. Ну, работаю я непосредственно с людьми, у меня нет возможности сидеть за компьютером. Поэтому все свободное время я обычно хожу с листочком бумажки, с телефоном, айпадом, где-то что-то там пишу, потом не могу найти. Смотрите, у вас есть крупы, которые вы берете. Это раз, список круп. Гречка, булгур, макароны, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вы себе выписали список. То, что вы едите на ужин. Вы выписали себе список каш, которые вы готовите на завтрак. И вы выписали себе те виды мяса, которые вы берете. Допустим, вы берете говядину, индейку, курицу, и решили на какой-нибудь один день еще на баранину разориться. Ну, потому что баранина очень дорого, не все всегда готовы. Кто-то из группы готов, а кто-то не готов, а кто-то не любит. И вы берете, например, ужины и проставляете в ужинах кенуа, булгур, гречка, макароны, чечевица, булгур, макароны. Где-то повторяется. Смотрите, если я на ужин варю кенуа, захочу ли я на завтрак есть кенуа? Нет. Поэтому, если у меня кенуа где-то попадается, я должна ее отнести подальше от либо вечернего приема, либо утреннего. Дальше. У меня есть гречка. Это значит, что кашу сладкую из гречки я тоже не захочу есть ни в предыдущий день, ни в этот день, не на следующий. Поэтому, допустим, у меня гречка в третий день и в какой-нибудь там на завтрак в шестой или в седьмой. Соответственно, вы вот так вот раскидали, начали с круп, раскидали крупы. Уже получилось разнообразие. И посмотрели так, чтобы у вас они не повторялись каждый день. Одна и та же крупа. Уже как бы плюс. Уже пищевое разнообразие. Хотя постоянно крупы. Дальше вы взяли и расставили мясо. Допустим, у вас идет кино с говядиной. Ну, поставьте вы в обед курицу. Курица, кстати, самый дешевый продукт. Обычно его берут больше всего, сушат. На следующий день завтрак у вас сладкий. вы перебили какую-то отсечку сделали психологическую. Вы уже не съели мясо, поэтому можете в борщ добавить говядину. Она была на ужин, но она будет на обед. Поскольку у нас вариантов с мясом намного меньше, вы можете мясо уже больше повторять. И очень хорошо, когда вы мясо тоже стараетесь раскидывать так, чтобы оно не сильно повторялось, чтобы у вас не было 4 приема пищи с говядиной, а потом 4 приема пищи с курицей. Лучше так, чтобы оно все-таки чередовалось. Говядина говядина, курица говядина. И в таком вот духе. А дальше у нас есть еще один хитрый момент, связанный со вкусом. У нас вкус очень сильно может погасить аппетит, а может распалять аппетит. Как вы думаете, какой вкус делает наш аппетит более ярким? прямо мы хотим поесть. Сладкий еще какой? Кислый. Кислый, да, и избыточно соленый. Если вы придете в ресторан, вам предложат комплимент, он должен быть кислым. Он не, на самом деле не сладкий. Если вы комплимент, если вы съедаете сладкое в ресторане перед основным приемом пищи, то вы в ресторане закажете малой еды потом, потому что углеводики во рту уже сахарочек пошел, уже ощущение притупилось голода, поэтому сладкое в принципе не очень хороший вариант. Это если у вас сладкое не сбалансировано еще каким-то вкусом, допустим, на завтрак вы не съели бутерброд с сыром или бутерброд с колбасой, а съели только кашу, тогда вы будете голодным, потому что нет компаний для этого вкуса, никакого другого. Если вы съели такой кисленький комплимент от шефа перед основным приемом пищи, вы съедите потом весь ресторан без остатка, еще 25 пирожных. Поэтому кислый вкус в походе это очень классно. Он очень добавляет разнообразие. Например, я очень люблю варить харчо. Один из самых простых супов. Вы делаете гаряжий фарш, тушите его в сковородке, заливаете его ткемали, протушиваете ткемали, все это запихиваете в дегидратор, это высыхает, вы добавляете к этому рис, обжариваете грецкие орехи, рубите их, засушиваете кинзу, у вас кинза с орехами в отдельном простой, да, что, сложно, вам нужно всего лишь мясо посушить, понимаете, мясо. Вы сушите мясо с ткемали, все, больше вам ничего сушить не надо. Смешно было, когда на 10 человек вархыс мы привезли домой 25 килограмм мяса, я вот так вот разложила и подумала, что, наверное, мясорубка уже умрет. Вот обрабатывать 25 килограмм мяса это трэш, очистить 10 килограмм картошки и делать из них слайс, это тоже трэш. Я поняла, что я, наверное, буду покупать и не заморачиваться, у нее калорийность поменьше. Вообще, ну, как бы, люди, которые хотят сами себе сушить еду в поход, это вторая работа на полтора месяца, если большая группа и длинный поход. Это реально ты просто света белого не видишь, спишь по 5 часов, потому что ты пришел с работы, еще надо что-то, ну, как бы, надо себе приготовить еды, мужу, собаке, еще в поход посушить. Ну, то есть, мало того, что ты полтора месяца это сушил, а это все за 10 дней все съели, а потом кто-нибудь один сказал, нет, ну, надо было готовить меньше капусты и меньше горохового супа, потому что пучит. Пучит тебя, потому что ты на высоте сидишь. Я говорю, когда мы это все пробовали на ПВД, никого не пучило, а сейчас вы залезли нам на 3000, естественно, вас пучит, вас пучит просто по определению. Потому что кишечник это там полная атония, он такой и ничего не переваривает. Ну, скажем так, если вы знаете, что у вас проблемы с пищеварением, уже есть, типа меня, вы идете к гастроэнтерологу и разговариваете с ним, он вам говорит, тебе такой, такой препарат. Там для моторики тримедат, для от гастрита амез. очень непонятно, надо спробовать, может помочь, может не помочь. Я говорю, чернослив это клетчатка и сахар. Кишечник может сказать здравствуй, понос, а может сказать здравствуй, запор, еще хуже. Даже на чернослив. А причем вы не сможете сходить три дня в туалет и вас еще пучит при этом будет. Это вообще полный трэш, потому что кишечник будет разрываться. Особенно если вы на высоте, потому что на высоте у вас начинается, у вас очень ухудшается перистальтика. Чем выше вы поднимаетесь, тем более вялым становится желудок и кишечник. Он просто вы туда кладете, а он не может это все переварить. То есть вы такое типа поднимите меня и донесите до следующего лагеря. А кишечник ваш тоже так же делает в этот момент. А он не говорит, что юху, мы сейчас пойдем. С высотой. Ну, я говорю, я про высоту говорю. Да, да, ну, как бы акклиматизация, разное давление. А какая разница, вы переварить ее не можете. Ну, я говорю, надо смотреть, наблюдать за каждым. Я говорю, у кого-то начнется понос, у кого-то есть препараты от запора, лучше их. То есть не надо с клетчаткой экспериментировать, нужно экспериментировать с препаратами, ну, врачебными. А походная аптечка это абсолютно отдельная история. Мне кажется, у спортмарафона были лекции на эту тему. Вот, в общем, я вам рекомендую очень настоятельно пользоваться вот такой табличкой. и раскидывать ваши каши и ваше мясо вот по такой таблице. Дальше вы сюда же раскидываете овощи, то есть желательно, чтобы они не сильно повторялись. Не надо варить сейчас скажу что-нибудь. Ну, какой-нибудь рассольник, гороховый, куда-то делась-то. Как она называется? Суп-солянку. Ну, например, не надо варить суп-солянку и вечером добавлять капусту сушеную в еду. Кстати, очень классная вещь это сушить кислую капусту. Очень вкусную. Вот, и добавлять потом куда-нибудь в какой-нибудь либо булгур, либо либо-либо, сейчас скажу во что. в макароны не пойдет. в общем, надо экспериментировать. Да, сушеная капуста это очень вкусно. Вот, то есть у вас не должны повторяться овощные супы с теми овощами, которые вы кладете в кашу. Дальше. Там, где у вас есть очень интенсивный вкус, типа харчо или типа том-яма, то есть если у нас гороховый, да, у нас тоже с копченостями достаточно интенсивный, то есть везде, где у вас есть интенсивные вкусы, то есть если у нас ужины более-менее нейтральные, то супы, видите, гороховый, он с копченостями, он очень яркий по вкусу, вы будете чувствовать себя достаточно голодным, положите туда большую конфету. Большая конфета по количеству сладостей и объема вам очень сильно скомпенсирует аппетит, потому что если вы в гороховый или в харчо, который очень кислый и очень распаляет аппетит, положите маленькую печеньку, которую, да, мы не любим, вот такую маленькую печеньку, которая еще половина осыпалась там в пакет куда-то, то вы будете чувствовать себя очень голодным, потому что у вас баланса между кислым и сладким не будет. И попробуйте положить туда какой-нибудь сильно нажористый хлебец, то есть вы берете, допустим, хлеб с какой-то средней калорийностью, там 350 калорий, и вы берете какой-то хлебец, который там почти 500 калорий, реально, вот просто ходите в магазин, переворачиваете пачки и читаете, сколько калорий. Когда я училась на антрецеолога и какое-то время им работало, я поняла, что люди упаковки читать не умеют вообще. Да, маленьким с лупой, нет, они вообще даже не понимают, что там написано. Я, например, иногда хочется сосисок, знаете, отравиться, хочется, да, хочется, ну, правда, реально хочется там раз в год съесть сосиску. Мне кажется, люди смотрят на меня как на сумасшедшую, потому что я могу полчаса стоять и выбирать сосиски. Я буду выбирать там, где 20 грамм жира, а не 30 грамм жира, ну, потому что жир мне не нужен, а белок мне нужен. Я так, ну, как бы жирного ем, ну, много, ну, если мы свой рацион посмотрим. Вот, поэтому очень полезно вот сюда, везде добавлять хлебцы с максимальной калорийностью. Что еще здесь полезно? Да, еще один лайфхак. Вы, допустим, помечаете тот день, где у вас сложный перевал или сложный переход, и где у вас есть возможность остаться без обеда полноценного. То есть, вы предполагаете, что у вас этот обед есть, но по факту его может не быть. Всегда в обеды кладите что-нибудь понажористее. Лучше колбасы вместо сыра, потому что колбаса переваривается дольше, чем сыр. И кладите более нажористый хлебец и более нажористую конфету побольше. Потому что, если вы остались без супа, то вы потеряли мало по калорийности, но очень много потеряли по сытости и психологической, и физической. Да, уже говорила, что можно добавлять для вкуса разные вот такие вот штуки. Это крем-суп кнор. Он очень вкусный, но как суп он нам не подойдет. Либо мы можем брать его на тяжелый перевал. То есть, вы знаете, что у вас будет тяжелый перевал, вы хоп в чашку суп заварили, бутербродом закусили. Это лучше, чем просто съесть бутерброд или протеиновый батончик. Второй вариант их можно использовать как соусы к макаронам, гречке, к любой крупе. Залили кипятком в чашке, перелили в кан. Прекрасный вариант для того, чтобы разнообразить вкус. И плюс, ну как бы мы знаем, что в ресторанах всегда пытаются подавать что-то с соусом. Соус делает еду вкуснее. Поэтому у нас, если вы дома у себя не едите соусы и не готовите их, то в походе это как раз самый классный вариант, чтобы сделать еду более вкусной и порадоваться. Деликатесы зачем нам нужны? Мы уже поняли, что, во-первых, как бы чем... Ну, во-первых, мы избавляемся от лишнего веса и мы прибавляем огромное количество калорий, в том числе жирами. И это очень важно. Соответственно, смотрите, у нас, в принципе, колбаса с сыром тоже достаточно такой продукт, который вызывает аппетит по вкусу. Мы его можем скомпенсировать конфетой. То есть мы можем сильно соленое скомпенсировать, ну и копченое, чем-то сладким. И тогда у нас ощущение психологической сытости будет намного лучше. Поэтому обязательно мы берем в поход и бутерброд, и конфету. Плюс конфета у нас создает еще дополнительный колораж. И плюс дополнительный жир из каких-то орешков, из жиров, которые находятся в конфетах. Поэтому если у вас в основном приеме пищи жира мало, то в деликатесах и в конфетах у вас жира будет прям много. Иногда можно разбавлять какими-то постилками и так далее. А есть какая-то альтернатива сладкой? Разбавить мясо сладкой. Зачем? Пусть он прям еще сладкой. Все, что он сам себе придумает. Ну то есть если у вас один человек на группу не ест сладкое, значит он придумывает себе сам что-то, чем он заменяет. Несет себе еще хлебец, еще орешек, еще что-то, чем он привык заполнять вот этот пробел. Я говорю, в общей массе для группы это создает сумасшедший колораж. Если кто-то не ест сладкое, либо он начнет есть сладкое, потому что в походе реально хочется есть, и там уже все равно, что в тебя залетает. Я говорю, иногда в походе ешь вещи, которые вообще непонятны. С напитками есть такая история, что лучше все-таки тоже разнообразить. В основном мы все носим чай. Кстати, лайфхак, фасуйте чай сразу по пакетикам. Знаете, есть такие пакетики, я покупаю на Вайлберсе, которые, ну вот как пакетик для чая, только большой ниточкой завязывается. Вам не надо будет выскребать из кана чай и мыть его, и у вас не будет возможности переборщить с заваркой или недоборщить с заваркой. То есть вы там прикинули, сколько конкретного чая вам нужно на котелок. И столько и насыпали прям по граммам и прям в обед, в ужин и завтрак его уже заложили. Никто не несет вот эту пачку, из которой чай высыпается. Непонятно, кто сколько туда чего положил. Вот. В чай можно добавить сушеные ягоды и фрукты. Они тоже будут давать свой аромат и задавать какой-то хороший вкус. Можно нести сушеные ягоды и делать компоты на обед. Например, это тоже очень приятная штука, и она перебивает психологически наши ощущения того, что у нас все время одно и то же. Все время сушеное мясо, все время чай, чай и мясо сушеное. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. Вот. Есть очень тяжелые продукты, которые очень приятные. Опять же, их прикольно оставлять на либо очень тяжелый день, либо на день после тяжелого, на вечер, например. Это кисель. Кисель очень много весит, но он очень питательный, очень калорийный, очень приятный по консистенции, и он прям перебивает вот это ощущение уныния, и очень классно кисель оставлять на потом. Мы заканчиваем, да. Вот. То есть, во-первых, кисель, да, ну придется нести кисель тяжелый туда ближе к середине или к концу, но психологический климат в группе он очень сильно поднимет. Так, карпит. Это вот борщ, кстати, был. Мы несли, у нас был сушеный борщ, у нас было протертое сало и был чеснок. Тоже очень классный лайфхак, это нести головку чеснока к борщу. Вот. А еще есть такая история, что принято у туристов, ну по крайней мере в спортивном туризме носить сюрприз. И раз в день кто-то достает этот сюрприз. У нас была из Турции баночка с баклажанами. Очень прикольно. А еще классно, когда завхоз втихаря подходит к каждому человеку и говорит, у тебя какой сюрприз? А у тебя записывает это. И потом он распределяет сюрпризы, которые подходят по приему пищи. То есть у нас одна девочка, например, несла листы нори, и мы добавили его к супу том-ям. Было очень классно. Вот. Кто-то нес чеснок, и мы добавили его как раз вот к борщу. М? Оливки к пюре, к пюре, да. Ну оливки лучше к макаронам. Ну к пюре тоже. Но оливки сами по себе мне кажется прекрасны. Вот. И когда у вас завхоз знает, что несет каждый человек в качестве сюрприза, то сюрприз хотя бы бывает к месту. Потому что когда вы вечером съели большую конфету, и кто-то достает мармеладки, это неприкольно. Еще у меня был момент, я готовила плов, и девочка на сюрприз достала шпроты. Я бы за эти шпроты удавила бы ее день на шестой. В смысле, удавилась бы от радости. Вот, не ее. Тогда вот, когда они на третий день вместе с пловом оказались, я была готова удавить ее. А за шпроты я была готова удавиться день на шестой. Потому что если бы там это были какие-нибудь макароны с курицей и шпроты, это было бы офигенно. Вот. Поэтому, когда вы знаете, кто что несет, и если вы в это играете, то это очень классно. Последние слова про суп. Посчитала калорийность. Это суп, который я сама собирала. Он калорийнее, чем те супы, которые продаются в магазине. Смотрите, 141 калорий. Это ни о чем. Бутерброд с конфетой перевешивают по калорийности этот суп. Так, тут большая конфета была какая-то, но она калорийная. Конфеты вообще очень калорийные. Когда вы съедаете за день 5 конфеток, думаете, почему вы потолстели? Потому что, блин, 5 конфет по 200 калорий. Потому что вы половину большую часть дневной нормы съели. А потом еще нормально поели. И поэтому в этой логике нам вообще суп не нужен. И большинство коммерческих групп, которые ходят без обеда, они, наверное, правы с точки зрения вот этой раскладки. А с точки зрения психологии и нашей психики они совершенно неправы, потому что, смотрите, вы позавтракали горячим, дальше вы закинули в себя карпит, еще карпит, еще карпит, вы пришли на обед, вы хотите съесть что-то горячее, а у вас там опять карпит в виде батончика. Горячий чай и батончик. Или бутерброд. Но это нифига не прикольно. Ну, то есть, для психики это такое уже... у меня муж не ест супы дома вообще. Вот невозможно его заставить. Обычно все, что я не съел, оно выливается как бы в унитаз. Если лишить его супов в походе, он убьет. Он говорит, я единственный прием пищи, который я могу есть, это суп. Потому что он горячий, он жидкий, нам жидкости все время не хватает в походе, мы идем, потеем, воды мало, пить негде. Там, ты экономишь то, что ты с собой берешь, потому что тащить плюс полтора литра никто не хочет. И все время не хватает жидкости. И суп это очень классная история с точки зрения физики, с точки зрения психологии для человека. Не экономьте время, ешьте полноценно. Пам, пам, табличка. Да, и последнее слово про упаковку. Как мы пакуем? Да, вот эта паковка. Пакуется отдельно колбаса в пакетике, подписывается, допустим, день, то есть ставится З-завтрак один, З-два, З-три, З-четыре, там, завтрак первого, второго, третьего, четвертого дня. И также распаковываются все продукты, все каши заворачиваются в пакет, иногда перетягиваются полиэтиленом. И на каждый пакетик клеится этикетка, что это за прием пищи, обед, завтрак или ужин и какого дня. Дальше все это собирается, видите, три ряда. Это завтрак, обед и ужин. Вот они распаковались. Дальше они распаковываются, вот каждый полиэтиленовый большой пакет это день, первый, второй, третий, четвертый, пятый. И, соответственно, в каждый полиэтиленовый пакет складывается прием пищи. Первое, второе и компот. Распаковали. Дальше мы взвесили каждый день отдельно и вообще каждый прием пищи отдельно. Составили таблицу. Нам это нужно, чтобы понять, сколько весит каждый прием пищи и в целом сколько он весит. Я не знаю, знаете вы или нет, но есть коэффициент мальчики и девочки. У девочек коэффициент 0,8. Они несут легче. У мальчиков единичка, у девочек 0,8. Соответственно, еды мальчикам мы отдадим с коэффициентом 1 больше. Девочкам отдадим еды 0,8 по весу. Это нужно в первую очередь для этого. Во вторую очередь это нужно для того, чтобы мы с вами равномерно распихали эти приемы пищи. Например, мы знаем, что у нас в группе есть слабый участник и нам его нужно разгрузить в первую очередь. Это значит, что мы ему у нас, допустим, завтрака первого дня нет, у нас есть обед первого дня, ужин первого дня и так далее. Мы ему положим обед первого дня, то есть у нас слабый участник пройдет 5 километров и сразу скинет еду. Ему уже станет веселее. Затем мы у него заберем ужин второго дня, он еще скинет, ну, представляете, полтора килограмма еды. А все остальные, ну, извините. Вот, и, соответственно, мы можем поделить участников на слабых и сильных и мы можем понять, что слабым участникам мы дадим еду, которую мы съедим побыстрее. А какому-нибудь самому сильному участнику у нас, например, руковод внес ужин или обед или обед и ужин восьмого дня или девятого дня? Да, сейчас. Не, у нас руковод был из серии лось, который может там это в 10 раз хибины оббежать, и ему ничего не будет. Вот, поэтому он нес самый тяжелый прием пищи до конца. Вот, поэтому мы делим на слабых-сильных, мы знаем, кому мы можем дать последний прием пищи, если у нас нет забросок, и, соответственно, мы можем брать завтрак там второго дня, затем мы можем брать ужин, ну, давайте, пятого дня и обед восьмого дня. И таким образом у нас человек по дистанции будет равномерно разгружаться. И так равномерно разгружаться у нас будет вся группа. Мы записываем, да. Ну, плюс еще у нас маркированный еда внутри пакета, то есть вот они. А, это да, это часто дежурные, нет, это завхоз записывает, а дежурные-то меняются, они не знают, и вот обычно это вот эта история на весь лагерь. У кого обед пятого дня? Пятого дня обед у кого? И человек такой через 20 минут, а, у меня. Вот, ну, потому что уже все так подустали и немножко такие. Вот, а иногда люди сами по себе бывают вот такие. Да, соответственно, мы стараемся упаковывать, как я уже сказала, все в плотные полиэтиленовые пакеты и желательно некоторые вещи мы пакуем в вакуум, типа колбасы, и все, что может испортиться, мы пакуем или испачкаться, мы пакуем в вакуум. Традиционно, как бы обычно вся тургруппа собирается у кого-нибудь дома и все это пакует. Но есть сейчас новая тенденция, завхоз говорит, ты покупаешь вот это, ты покупаешь вот это, ты покупаешь вот это, сам дом пакуешь. Вот, и человек несет с собой не день, не прием пищи, завтрак, а он несет, ну, вот, гречку пятого дня, кашу седьмого дня и так далее. Ну, да, иногда бывает тяжело, и просто нет места достаточного для того, чтобы все это распаковать. Есть такой образ. Все, мы заканчиваем, все. Вот, собственно, я вообще надеялась, что я уложусь полтора часа, потому что наивная, да, я читаю эту лекцию в, то есть, вот эта вторая часть, которая будет в следующий четверг, это тоже кусок этой лекции. Обычно я успеваю перечитать за два с половиной часа, и меня обычно тоже так выгоняют, говорят, что все же, все, пора, иди отсюда. Большую группу, все же, что касается канов, лучше один большой, у нас 26 человек, очень много, лучше один большой кан или несколько, не очень больших. Как? Или все сгорит в этом кане? Не помнишь, и в одном договоре, у нас два половины, чайки, ну, у нас, да, у нас обычно, ну, у нас максимум группы было 23 человека, и мы готовили один кан еда, один кан чай. Вот, ну, да, вопрос, кому это в рюкзак еще влезет, потому что вот анатомические рюкзаки типа аспрея, в них кан не запихнешь, вообще никаким образом. Ну, нет, есть же еще куча ортопедических рюкзаков с вот этими вот спинками изогнутыми, в которые тоже, знаете, не запихнешь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вы все не уснули, потому что я знаю, что я могу иногда нудить, честно. Как раз, да, будет. Будем говорить про то, сколько чего суши. Харчу. На следующий. Если присутствующий, можно еще через неделю пройти, чтобы умереть на рожде. Можете. Смотрите, следующую неделю я буду рассказывать просто уже про конкретную, конкретно про сушку в дегидраторе, то есть какой дегидратор лучше купить, как порезать, насколько крупно, сколько, какая температура, сколько грамм, все, да. А? Аплодисменты. 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 Продолжение следует...